вообще декабристы это обычное нормальное либеральное движение интеллектуальной мысли которая хотела реформ перемен поляки 812 году воевали против россии это враги можно придумать декабристы были агентами британской разведки и тут до александра первого наконец доходишь что-то что-то происходит не то был сформирован специальный суд большой судебная коллегия в составе более 70 человек там были квоты от государственных органов от сената от церковных от синода были в составе суда что интересно и родственники подсудимых не надо думать что у них синдром убийцы нет они жертвы они говорят мы совершим царе убийство пойдем под суд за это и пусть нас казнят но родину мы освободим не было у российской империи опыту гулага у императора была идея стараться особо активных декабристов держать вместе дабы уберечь от их дурного влияния окружающих декабристы буквально сражались за право отправиться на войну декабристы были честными благородными людьми по-своему и все они искренне хотели как лучше для своей семьи своего народа и своей страны из россии так сказать с любовью дорогие друзья добрый вечер тема сегодняшнего нашего рассказа о русской истории 19 века декабристы открою вам секрет по ходу подготовки мое мнение об участниках декабрьского движения поменялось несколько раз я читал разного рода документы письма было много интересных книг помимо общеизвестных классиков истории вот например издание 1926 года тогда довольно широко в советской россии отмечали столетия восстания декабристов но все-таки первые революционеры разбудили герцена как сказал владимир ильич ленин и вот много много интересная литература вот бунт декабристов в первоисточниках письма следственные дела из истории солдатских настроений начала двадцатых годов и вот еще замечательное издание декабристы изданное обществом сильно поселенцев и политических каторжан тоже 925 это его коллеги по каторге переписка исследования читается тяжело стиль первой четверти 19 века конечно несовременно но информативно скажу вам и полностью переворачивает сознание то есть совсем не то чему нас учили учебниках вообще вся история декабристов это такая сплошная тайна недосказанность недоделанность прямо в этой атмосфере тонешь она вся в условном наклонении чтобы было если пестеля не арестовали за день перед восстанием чтобы было если поручик ростовцев не явился к николаю и не выдал заговорщиков в канун 14 декабря чтобы было если трубецкой явился на площадь в они проявили решительность чтобы было если несколько подготовленных цареубийц находившихся на расстоянии вытянутой руки от николая на протяжении нескольких часов отважились и сдержали слово данное товарищем разрядили свои пистолеты лежавшие у них прямо карманах пальто верхняя одежда вся бы история пошла по-другому говорить о декабристах потому интересно потому что нельзя характеризовать в категориях хороший плохой в категориях черный и белый тут действительно все сложно начнем с того что молодых революционеров первой волны по ленинскому определению назвали декабристами потом по факту поскольку мятеж военный 14 декабря в столице в петербурге 1825 года и последовавшие за ним восстание черниевского полка на украине оба этих события произошло в декабре соответственно декабристами они стали потом сами себя они конечно так не называли но я вам скажу более того собственно никого декабристской организации не было это тоже миф что там все было структурировано южное общество северное общество первых никакого южного и северного общества также в представлениях декабристов не существовало они даже назывались самоназывались по-другому южное общество считалось продолжателям союза благоденствия как будто он не закрывался северное общество даже не буду вам говорить было такое длинное запутанное название эти короткие хлестки брендовые такие названия дали потом следователи которые расследовали дела состоящие как бы из двух частей что было на юге и что было на север и не было организации как таковой было общественное движение движение общественной мысли декабристы это вообще движение мысли более чем движение действия знаете как диссиденты в советском союзе 60 и 70 и годы они же не были как-то организованы мыльки потому что микроорганизации смехотворная но это общественная тенденция это движение может быть именно поэтому декабристы что участники тайных обществ 20-х годов 19-го века были так популярны у наших диссидентов, и пик популярности, собственно, пришелся как раз на 70-е годы 20-го века. Как раз тогда, когда вышел замечательный фильм «Звезда пленительного счастья». По-моему, если мне память не изменяет, чуть ли вот не ровно 75-й год. Можете проверить. Тайные общества, о которых мы говорим, не были тайными. Про эти тайные общества все все знали. Правила конспирации были абсолютно показушными. Члену тайного общества, кому-то из руководителей так называемого тайного общества, мог подойти в театры, в ресторации, на балу, какой-нибудь офицер рассказать при всех, слушай, у тебя там такое классное тайное общество, вы там что-то замышляете. Я тоже хочу вступить. Примите меня, я честный офицер. Я тоже хочу благоденствия для нашего отечества. Записывайте меня в вашу тайную секретную организацию. Поэтому принимали всех желающих, конспирации никакой. И полиция, и Александр Первый прекрасно об этих обществах знали. Почему же вокруг этого события, которое продлилось, по большому счету, короткий световой декабрьский день в Петербурге, ломаются копии историков, столько спорят? Значит, я вам скажу так, только библиография трудов о декабристах на момент 90-х занимает почти пять полновесных томов. Можете себе представить вот таких вот? Когда Ключевский сказал, что декабристы – это историческая случайность, обросшая литературой, знаете, просто как в воду глядела. Она так обросла литературой после Василия Васильевича, что представить себя невозможно. Так вот, почему все к этому возвращаются? Потому что тема очень важная. Тема изменений в обществе – как их проводить естественным путем, насильственным путем, путем заговоров. Что должен делать честный, образованный человек, который хочет, чтобы было лучше? Как ему взаимодействовать с властью? Какая его ждется эта судьба? До 1917 года, понятное дело, к декабристам относилась официальная историография негативно. Даже такой суперлиберальный историк, как Василий Ключевский, и то историческая случайность. Молодые люди с дурным образованием имели ненациональное образование. Они очень плохо знали свою страну. Они все учились либо дома. Знание пяти-шестей иностранных языков не означает понимание жизни. Они учились дома, они учились в заграничных университетах, в гимназиях, за рубежом, в лучших, естественно, в военно-учебных заведениях. Здесь многие имели образование католическое, учились в католических пансионах. И это тоже очень дурное влияние, по мнению Ключевского. Он называет декабристов молодыми людьми, родители которых были русскими, екатерининские вельможи, но очень хотели быть европейцами. А вот их дети, декабристы, очередное непоротое поколение, выросшее свободно, уже полностью по своему воспитанию, образованию, были французами. Но победив в войне, увидев величие своей страны, России, соприкоснувшись впервые, может быть, плотно с народом в лице нашего солдата русского, они проникли с духом патриотизма и очень захотели быть русскими. Но Россию при этом не понимали и не знали. Это вот первая версия. Декабристы – это отрицательные герои, это люди, которые хотели перевернуть мир, этот мир, не понимая, хотели все и сразу, не собирались строить потихоньку карьеру, добиваться чинов, роста, убеждать власти в необходимости реформ, а хотели просто эту власть захватить. Вторая точка зрения – диаметральная. Декабристы – лучшие из дворян. Декабристы – романтики. Эту позицию распиарил в свое время еще наш знаменитый политиммигрант Александр Герцин, издатель, пожалуй, первого популярного оппозиционного заграничного общественно-политического журнала «Колокол». Он собирал воспоминания декабристов, со многими из них встречался, кто еще остался жив, издавал записки, материалы, и вот дословно писал так. «Фаланга героев, вскормленная, как ромул и рэм, молоком дикого зверя. Богатыри, кованые из чистой стали, с головы до ног, вышедшие на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных среди палачества и раболепия». Умел наш «Колокол» звонить ярко и звонко, когда хотел. Есть и третья точка зрения. Точка зрения некоторых из самих декабристов. Ну, например, Николая Тургенева, одного из основателей наиболее известных декабристских тайных обществ, оказался в эмиграции, а потом я вам расскажу на сладкое о нем. Интересный человек. И вот в Париже он издал такой объемистый труд. Три тома на французском издал, естественно. Одно же французский, тем более он жил в Париже. Сейчас он переведен на русский язык, можно поискать. Книга называется «Россия и русские». Это такой обобщенный философский мемуарный взгляд Николая Тургенева на жизнь, на события, на ситуацию в России, и на русский народ. Что интересно, этот действительно талантливый, яркий человек, мыслитель, он говорит, что, собственно, те, кто вывели войска 14 декабря на Сенатскую площадь, это не декабристы, это только часть, наиболее отчаянные, очень эмоциональные, слишком горячие головы. Вообще декабристы – это обычное, нормальное, либеральное движение интеллектуальной мысли, которое хотело реформ, перемен, старалось подготовить к этому Россию, убедить в этом власти. А вот это на площади – это экстремисты. Зря мы их прославляем. По большому счету, их не так и много на фоне общего движения декабристской мысли. Это ситуация до революции. Значит, после революции, понятно, после 17-го года нужны герои. И вот тут-то и начинает раскручиваться тема декабристов, как первых предшественников организованного революционного движения в России. Керенский издает какие-то брошюры о декабристах. Временное правительство принимает решение установить им памятник. Вроде бы нашли останки, сложили в какой-то ящик, а тут октябрьский переворот. Ящик где-то потеряли, забыли в подвалах Зимнего дворца, кстати сказать. Потом уже в 1925 году, к столетию, ящик раскопали. Провели анализ. И выяснилось, что это точно не кости декабристов. В любом случае, классическая фраза Ленина из учебников истории, кто учил историю в советской школе. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа, но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. И так далее, и так далее. Кто помнит по тексту, сама фраза страшно далеки они от народа станет мемом, и кому мы ее только потом не присовокупим. И к тем же диссидентам, и к Сахарову, и к Бродскому, и далее по списку. А вот дальше происходит следующее. Проходит время. Я посмотрел с десяток новых документальных фильмов о декабристах. Посмотрел с десяток лекций современных историков. Посмотрел на аудиторию. И вывод печальный. Героями быть декабристой перестали. А разбираться в нюансах и тонкостях нет времени и никому не интересно. Единственный способ привлечь общественное внимание к этой теме это хайпануть. Это что-то такое придумать этакое и заявить, чтобы на тебя обратили внимание. Можно придумать, что декабристы были агентами британской разведки. Поверьте, такие соображения в интернете тоже есть, публично высказанные. Или организация декабристов была филиалом польских военных организаций, сепаратистов. То есть они играли на руку врагам России, полякам, которые хотели отделиться. Или Пестель разворовал негодяй всю полковую кассу, а еще залазил в дивизионную через членов тайного общества. Чужолик был, набивал себе карманы. И вообще все они мятежники, сумасброды, негодяи. Начинаются яркие сравнения, натянутые ассоциации с современностью. Бунт на Сенатской площади это Майдан. Ну, в общем, чтобы избежать соблазна проводить такие некорректные исторические параллели, мы попробуем пройти с вами по лезвию бритвы. Ну, начнем, как говорится, с самого начала. Вот эти молодые люди, которые захотели изменить мир, по крайней мере, изменить Россию, кто они и откуда. Это новое молодое поколение. В среднем им 20-25 лет. Ну, это уже боевые офицеры. Это в основном те, кто прошли всю Европу, пожили в Европе какое-то время, пропитались европейскими ценностями, как бы сейчас сказали, они не обременены семьями, они хотят перемен. Это следующее поколение после нашего императора, молодого тогда еще императора, Александра I. Ну, вот Александру I где-то 40, а декабристам 20+. То есть примерно они ровесники его младшего брата Николая, против которого, собственно, они и выведут войска, а потом 14 декабря. В политической психологии есть такое понятие эффект нереализованных ожиданий. Так вот, Александр I и в первый период своего царствования, дни Александровых прекрасное начало, о чем я подробно вам рассказывал на наших предыдущих встречах. И после окончания войны, военной кампании против Наполеона, он раздал столько авансов, он породил столько обманутых в будущем ожиданий либеральных реформ, освобождения крестьянства, экономических преобразований политических. На самом деле, те маленькие шаги, которые он предпринимал, прогрессивное общество совершенно не устраивали. Отсутствие масштабных сдвигов порождало недовольство. Есть такой миф, что декабристы это были сливки общества, очень обеспеченные, богатые, элита, поэтому с жиру бесились. Это так и это не так. К лите обществу можно было отнести скорее декабристов первой волны, молодых, блестящих офицеров, которые создавали первое общество. Там действительно, посмотришь, вся карамзинская история государства российского представлена. Фамилии блестящие, представители древних родов, князья, потомки столбового дворянства, боярства. В основном своем, по нашим меркам, конечно, не бедные, но тут важно следующее. Вся власть не у них и, в общем-то, даже не у их родителей. Вся власть узкого круга людей, приближенных к монарху, ну и, собственно, монарх. Да, у них есть статус, а не знать, но по большому счету эти молодые люди вообще ни на что совершенно в стране не влияют. У них только одна перспектива служить, 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 и, может быть, когда-нибудь к концу жизни дослужиться до члена государственного совета, или, если повезет, министра, кто-нибудь из них станет, губернатором, и вот таким образом приблизившись к центру принятия решений, постараться как-то на эти решения повлиять. Но для этого надо отдать всю жизнь, десятилетия. А они сейчас, говорят, энергии считают, что знают, как лучше реформировать страну. Требования декабристов надо дворянству, прогрессивному классу, дать больше политических прав, чтобы они влияли на ситуацию в стране, на создание законов. Вообще, закон должен стоять превыше всего, в том числе и над государем. Поэтому они создают тайные общества, они спорят, они пытаются найти единомышленников. В то время надо понимать, тайные общества и разного рода масонские ложи что-то запрещено. Напротив, Павел I официально был сам масоном и разрешил масонское общество. Сын его, Александр, относился к этому первое время совершенно снисходительно. Это не наше было изобретение. В Европе этих тайных обществ было полным-полно. Они назывались тайными, но на самом деле это были мужские клубы по интересам. Сразу говорю мужские, потому что женщина тогда ни в каком виде конечно субъектом политики быть не могла, если только она не относится напрямую к царской семье. Вспомним Пушкина. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделие молодых умов, забавы, взрослых шалунов. Ну вот эти взрослые шалуны по словам Пушкина между Лафитом сухим, которое подавалось в начале трапезы и шампанским Клико, которое подавалось соответственно к десерту и обсуждают будущее России. Сколько этих тайных обществ было всего мы честно говоря не знаем. Я встречал цифры 100, 150, они открывались, они закрывались, они были совершенно разных направлений. Вот было тайное общество морских офицеров в Петербурге. Морские офицеры решили заняться просветительством, создать большую библиотеку и чтобы все члены тайного общества приходили, пили Лафит, Клико, курили и читали книги. Стали эту библиотеку формировать, но жалование этого морского офицера небольшое, а книги стоили очень дорого. Мне даже страшно сказать, сколько стоил Томик Пушкина в это время. Поэтому на приличную библиотеку денег не хватало. Решили поменять цель общества и вместо библиотечного общества создать политическое, бороться за благоденствие. Причем вариации устава тут же сгоряча. Ну, молодежь написали, а каждый член общества, который откажется бороться за всеобщее братство, равенство и благоденствие, да будет предан смерти. Я не буду вам про эти общества подробно рассказывать, потому что все равно мы ее не запомним. Но вот одно из них, самое, на мой взгляд, оригинальное, образовалось в Москве. Точнее говоря, оно не образовалось, оно прошло первые стадии учреждения, и там даже набрали какое-то количество членов, но по сути своей работать, как бы сейчас сказали, регулярно не стало. Название было красивое. Орден русских рыцарей. У этого общества было два отца-основателя. Первый, фигура эпохальная, сын фаворита Екатерины, один из самых богатых помещиков России Мамонов, русский националист, как бы сейчас сказали, ходил исключительно в русской одежде, в сюртуке, армяке, ну, в сапогах, а-ля крестьянин. Деньгами распоряжался своеобразно, довольно патриотически, надо сказать. Вот как Пьер Безухов в «Войне и мире» в 812 году за свой личный счет из своих крестьян сформировал, обучил, нанял офицеров, экипировал и вооружил целый полк. Это огромные деньги. Этот полк отвоевал всю войну, потом вернулся к Мамону в поместье, но Мамонов его не разоружил. Ну, то есть, часть оружия на склад, артиллерия своя была, построил там некий вариант такого замка в полураспущенном кадрированном состоянии, его личный полк вооруженный осуществлял охрану этой крепости, учения, ну, а в промежутках, наверное, крестьяне еще работали, честно говоря, я не знаю. Мамонов писал программные документы этого союза, документы, конечно, феерические совершенно, ну, например, как я сказал, он был идеологом старой древней Руси. Собственное происхождение у него шло прямо от Рюрика. Он Рюрикович, и по его представлению он не менее знателен, чем эти выскочки Романовы. Дома он держал музейный экспонат, рубашку, окровавленную, детскую, которая по преданию и был заколот ножичком, царевич Дмитрий, последний из Рюриковича. Программные документы предполагалось всех славян объединить, установить конституционную монархию, Грецию присоединить к России, турок подвинуть, отправить в поход армию, потрепать англичан в Индии, навести в Индии порядок, помыть сапоги в океане, присоединить к России целый ряд исконно славянских земель, территория на Югославии, Словакии, Чехии, Польше, никаких поляков, все это будут русские, и Норвегия. Тут, я думаю, что Мамонов исходил из того, что он Рюрикович, поэтому это земля его предков. Советствую Норвегию тоже должна быть исконно русской землей. Про Америку и говорить нечего. Аляска, Калифорния, все это наше. Поменьше университетов, это все западное дурное влияние, вся эта схоластика, философия. Побольше технических вузов, инженерных школ, кадетских училищ. Это самое правильное для старой русской военной империи образование. Коллегой Дмитриева Мамонова по этому союзу был еще один ярчайший персонаж Михаил Орлов. Генерал, кстати сказать, племянник Григория Орлова, фаворита Екатерины тоже. Красавец. Статный богатырь. Исключительной храбрости. Разведчик. Военный разведчик. Прошел всю войну, встречался с Наполеоном, вел переговоры, принимал в 14-м году капитуляцию в Париже. Хорошо знаком с императором Александром. Александр уговаривал его служить в свите флигель-адъютантом. Но Орлов говорит, нет, я в армию пойду, дайте мне дивизию, я буду просвещать солдат. Александр даже обиделся. Женат был Михаил Орлов на дочери прославленного героя Бородинской битвы войны 1812 года Николая Раевского. Это, кстати, довольно любопытно, потому что две дочери Раевского будут замужем за двумя известными декабристами. А второй вы, наверное, знаете, но я вам о ней еще в следующий раз поподробнее расскажу. И вот эти два таких бравых ярчайших парня и создают союз орден русских рыцарей. Параллельно с этим в армии создаются разного рода полковые артели. Ну что такое полковая артель? Это как бы клуб офицеров. Надо сказать, что в мирное время у офицера в те времена был график службы такой. Начиналось все рано, в 6 часов он должен быть на разводе в казарме. Дальше какие-то военные учения, задания. После обеда солдат передается фельдфебелю, а офицеры в общем и целом если не война, то свободен. И вот это появившееся в мирное время свободное время офицеры собираются в артелях, обсуждают ситуацию в стране, политику, книги, театральные постановки, занимаются просвещением солдат, обучают их грамоте. Например, в Семеновском полку все офицеры отказались от курения. Вот они решили в рамках артели, что курение это вред. Ну, слово офицера закон. Ни один офицер в Семеновском полку не курил, а тогда курили просто все поголовно. Артели эти существовали практически в любой воинской части. Даже в генеральном штабе, в главном штабе, как тогда называли, тоже была своя офицерская артель. Называлась она «Священная артель офицеров генштаба». Руководил ей подполковник Александр Муравьев, представитель огромного прославленного рода Муравьевых, рода настолько большого и давшего так много участников декабрийского движения. В процессе подготовки выяснил, что их путали многие историки. И даже Ключевский, ну, я думаю, что Ключевский из-за недостатков первоисточников доступа у него в архивы не было. Поэтому даже Ключевский перепутал Муравьевых. Он Никите Муравьеву приписывает то, что он не делал. Борис Черхичвили Акунин просто категорически перепутал двух Муравьевых, сделав будущего Муравьева-Веленского, он же Муравьевым, вешателю в своей книге основателем Союза спасения. Кстати сказать, я тоже не без греха. Я не читаю. Я стараюсь вам рассказывать. Могу, наверное, в устной речи тоже оговориться в фамилиях. Это не мудрено запутаться. Вы меня поправьте. Если вдруг на чем-то поймаете, я буду благодарен. Эти офицеры побывали в Европе и увидели, что там все по-другому. Свобода, труд, собственность, парламент, плюс еще комплекс победителя. Дворянство воодушевлено. Подъем национального самосознания, как пишут в энциклопедиях. И мысли, а что дальше? Ну вот мы вернемся домой, а дальше опять скука? В полк прожигать жизнь на балах? А солдаты, которыми мы рядом с ними прошли всю Европу бок о бок, братушки наши, сколько раз они меня защищали от вражеской пули штыка, я с ними рядом, они опять куда, в это военное поселение, в Ермо, крепостное. Это же все несправедливо. Крепостное право казалось членом первых тайных обществ моральным злом огромным. Это вообще несправедливость. Понятие несправедливости есть главный фундамент для любого эволюционного брожения. Революция происходит не тогда, когда люди плохо живут, не я. Не тогда, когда кризис экономический, боже упаси. Революции происходят тогда, когда значительная часть общества, декабристы, это значительная часть образованного общества, считают, что жизнь устроена несправедливо, и надо что-то менять. Что еще, помимо крепостного права, возмущало декабристов? Александр I популярный монарх, в Европе его все обожают, и много обещал реформ, но где результат? Второе. Возмущало привилегированное положение, но в присоединенных территориях. Финляндия, в первую очередь Польша, где есть Конституция, парламент, особые финансовые порядки, законодательство действует другое, более свободное, более либеральное. Финны-то бог с ними, они хотя бы люди безвредные. Поляки в 1812 году воевали против России, это враги. Жестокость поляков по отношению к русским превосходила многократно жестокость среднеевропейскую, тем более французскую. Мы привыкли смотреть на этих поляков, рассуждают молодые офицеры в 1812 году, ну как у нас говорится, исключительно сквозь прицел. А тут мы их завоевали, присоединили, у них парламент, свобода, собственная армия, законы, нет крепостного права, а у нас? А у нас ничего? За что им такая благодать? Александр Первый все время находится за границей, популярный государь, а внутри от его имени правят другие люди. Рассказывал вам об Аракчееве, это сложная фигура, и однозначно не надо ее воспринимать как негативную, но для молодежи того времени это был в общем-то символ консерватизма, реакции. Никто же не объяснял, что именно Аракчеев был против военных поселений, он лишь выполнял волю государя, реализуя этот бесперспективный и тяжелый проект. Ну и наконец молодых офицеров возмущало в целом засилие иностранцев, засилие немцев русской армии. Они считали, что мы, русские, в войне победили, а вот дальше продвинуться нет никакой возможности. Все должности заняты. В 1817 году двор на некоторое время переезжает в Москву вместе с гвардией, и тут проносится слух, что вот это благодушие государя по отношению к полякам уже совсем вышло за рамки приличия. Якобы Александр пообещал все те территории, которые были отторгнуты у Польши, это западная Украина, западная Белоруссия, но отчасти Литва частично, в рамках первого-второго раздела Польши, при матушке Екатерине вернуть Польшу. Таким образом Польша станет огромным государством. Как это вернуть? Уже много десятилетий русские земли Польши. Какое он имеет право? Это с точки зрения офицеров по сути государственная измена. И вот в первых тайных обществах, тирану, одному самодержцу, который может совершать такие большие ошибки, нельзя давать всю власть. Возникает мысль о цареубийстве. Помните, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Вот это как раз про офицера Семеновского полка Якушкина, который на одном из заседаний офицерской артели сказал, если Александр решит отдать русские земли Польше, я его сам лично заколю кинжалом и после этого сам застрелюсь. И все кричат, браво, если твою руку перехватят, мы добьем узурпатора, нельзя отдавать русские земли. Пошумели, пошумели, выяснилось потом, что подобного рода планов у Александра никогда не было, потихоньку успокоилась, но мысль о том, что во имя интересов Родины и Отечества можно допустить цареубийство, мысль эта осталась. Вскоре из этих артелей возникает первый политический союз, он уже известен нам по учебникам, это союз спасения, это первая наша политическая организация, имевшая и программу, и цель. Цель ликвидация крепостного права и уничтожение самодержавия. Среди участников упоминавшийся Александр Муравьев, офицер генерального штаба, а также его родственники, друзья, братья родные, двоюродные и сослуживцы, все очень молодые. Муравьев на тот момент 24 года, Трубецкой 26, Релеев 21, Якушкин сослуживец 23, Лунин чуть постарше майор 28, Муравьев апостол появляется 19, ну и так далее. Несвенно чужой в этой компании не из их тусовки, не из их круга, это Павел Пестель, наверное, самый известный из декабристов. Он из немцев, как все они, блестяще образован, он закончил пажеский корпус, это заведение, которое готовит элиту армейскую. Естественно, ветеран войны, тяжело ранен под Бородино, вся грудь в орденах, шпага за храбрость, ему где-то 28, он полковник, командир Вятского пехотного полка, это обычный армейский полк, он привел его в такой идеальный порядок, что на каких-то учениях Александр пришел в полнейший восторг, премировал Пестеля, сказав, что полк ничем не отличается от гвардии, настолько он идеален в военном деле. Кто еще из членов Союза спасения? Трубецкой, будущий диктатор, полковник гвардии, князь из Гедеминовича, знатный человек, на 14 декабря это будет самый старший по званию из декабристов на Сенатской площади. Михаил Лунин, двоюродный брат, Александр Муравьев, основателя Союза спасения из семьи богатого помещика, тоже ветеран войны. Иван Якушкин, помянутый мной с сыреубийственным кинжалом, офицер боевой, вышел, правда, после войны в отставку, попробовал какое-то время похозяйствовать. Вот здесь с ним приключилась интереснейшая история, когда он решил дать крестьянам свободу. Декабристов, кстати, часто попрекали, что же они так, могли бы начать с себя, отпустить крестьян. Это долгая и сложная история, ничего они не могли просто так сделать и отпустить. Но расскажу вам об этом на примере Якушкина. Иван Якушкин приезжает к себе в поместье, проводит целый-целый ряд таких послаблений и шагов навстречу крестьянству. Он уменьшает так называемую господскую запашку, отменяет ряд тяжелых поборов, создает внутренний суд крестьянский, чтобы по мелочам всяким ни барин, ни разбираясь, судил, а они сами внутри себя разбирались, судили виновных. Начинает учить грамоте крестьянских детей, но самое главное собирает. Крестьянный говорит, мужики, крепостное право зло, я вас всех хочу отпустить на свободу, чтобы были вы вольными, делали, что хотите, что вам нравится, кто хочет, остается у меня работать, кто не хочет, пожалуйста, ищите свободные жизни. Мужики почесали репу, в город уехать, это на какие шуши, что нам там делать, мы там ничего не знаем, кому наняться, зачем нам кому-то наниматься, ты добрый барин, лучше, чем у тебя, условий нет ни у кого, у нас тут и дети учатся, и всякие оброки поменьше, чем у соседей, так что благодарствую, простите, мы свободны, а землю как делить будем? Вот такой, как говорится, приматы. Иван Якушкин слегка остолбнел, говорит, в смысле землю, я и так вас отпускаю, вы же, крестьяне, это товар, это большие деньги, он их может продать, он их отпускает, но земля-то моя, это от дедов и прадедов мне досталось, кровью поливали, мы за нее, поколениями, поэтому, ну, мне она не нужна, значит, землю я дам вам в аренду, кто сколько хочет, возьмете, договоримся о цене, как говорится, по-браске на рыночных условиях, пожалуйста, обрабатывайте, если будет невыгодно, уходите в другое место, я вас не держу. Мужики, еще раз, сняв шапки, почесали затылки и говорят, какая аренда, какие рыночные отношения, а если не урожай, а если цену повысит, не, барин, давай по старинке, мы будем, барин, ваши, а земля будет наша, никакой такой свободы нам не надо. В общем, на этом эксперимент Якушкина закончился, вернулся он на службу в армию. Союз спасения просуществовал недолго, потом появилась другая, с теми же действующими лицами, большая, серьезная организация, говорят 200 членов, но я, честно говоря, читал, что их было и 2000 членов, никто ведь письменно учет членовства особо не вел. Заявительный характер. И 2000, и даже 3000 членов насчитывают некоторые исследователи. Союз благоденствия. Большая организация с местными отделениями, и там уже не только офицеры, там и гражданские, творческие элиты, поэты, Релеев, Кюхельбекер, издается альманах Релеевым, «Полярная звезда», где публикуются все главные писатели того времени, Крылов, Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Боротынский, все они знают о существовании Союза благоденствия и так либо иначе с ним соотносятся. Вообще-то в те времена поэты-офицеры родственные были понятия. Многие поэты были офицерами, и наоборот, от Дениса Давыдова и Федора Глинки до Адоевского и Михаила Лермонтова. Члены этого союза стараются улучшить жизнь мирным путем. Они пишут записки наверх государю-императору, как лучше поэтапно отменить крепостное право. Такое серьезным обоснованием подал упомянутый мной в начале нашего рассказа Николай Тургенев. Государ-император прочитал, резолюцию не поставил никакой, но сказал, передайте этому юноше, пусть не лезет туда, в чем не разбирается. Не создал мотивации по развитию отношений в легальном ключе. Союз Благоденствия это такая, знаете, красивая организация, название даже. Вот в Германии было тайное общество антимонархическое, называлось Союз Добродетели. Это практически, значит, калька Союз Благоденствия. У него символ, это пчела, труд. У него программа по цвету обложки, у меня тут синяя, а у них, значит, зеленая книга называлась. Состояла программа из двух частей. Первая официальная, там ничего антимонархического не было. И, собственно, Александр Первый читал даже, рекомендовал друзьям, как говорится, посылал ее Константину почитать. Типа, полезно, изучай. Что было хорошего в Союзе Благоденствия? Все члены Союза должны были работать на благо Отечества. На благо Отечества и граждан, то есть сделать что-то полезное. Это не была организация профессиональных революционеров-бездельников, как большевистская партия. Нет, это были люди, которые приносили пользу обществу. Чем они должны были заниматься? Ну, во-первых, образованием, то есть просвещением. Члены Союза нанимали лекторов, проводили такие публичные лекции по разным наукам, учили солдат. Тогда была очень популярна школа, как у Грибоедова, ланкастерских взаимных обучений. Что это было такое? Идея следующая. В классе садятся таким клином солдаты. Первый ряд обычно самый маленький, второй побольше, дальше больше, больше, больше. Ну, последний ряд на галерке самый широкий, там больше всего народу. Значит, в первом ряду самые грамотные. Дальше менее, 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 совсем двоечники сзади, значит. Офицер. То, что он хочет преподнести по арифметике или русскому языку, рассказывает самым толковым. Они оборачиваются и понятным языком пересказывают следующему ряду. Пока дальше это знание идет до галерки, офицер следующую идею рассказывает первому ряду солдат. Вообще, на самом деле, когда ты пересказываешь полученные знания, ты запоминаешь информацию гораздо лучше. И школы эти работали неплохо. Их поддерживал, кстати, и Аракчеев, и в армии их активно поддерживали. Это была хорошая система. Еще занимаются члены Союза благоденствия законностью. Некоторые из них, отказавшись от офицерской гвардейской службы, поступают в самую презренную касту, самую неуважаемую, становятся судьями, не поверите. Судья на тот момент это синоним слова взяточник и жулик. Но вот Иван Пущин, друг Пушкина, мой первый друг, мой друг бесценный, Кондратий Релеев, будущий один из самых видных декабристов, они становятся судьями, такими образцово честными. Другие члены Союза посещают тюрьмы, хлопочут об условиях содержания заключенных, выполняют функцию общественного контроля над всей правоохранительной системой. Далее занимаются филантропией. Что такое филантропия в том понимании? Это помогать людям, помогать крестьянам, самых способных, у которых есть какие-то таланты, выкупать на свободу в складчину. Кстати, за них просили большие деньги. Таким образом, декабристы выкупили довольно много людей, будущего актера Щепкина, вот Щепкинское училище у нас в Москве, знаменитое малого театра, одного из основоположников русского классического театра. Они выкупали крестьян, которые становились поэтами. Хозяева просили за этих способных крестьян бешеные деньги. И вот есть замечательная история, как генерал Волконский захотел выкупить на свободу. Талантливого парня, ну и жулик-помещик, почувствовав интерес самого Волконского, заломил какую-то совершенно несусветную сумму, значит, Волконский, одел парадную форму, ипалеты, шпагу, кивер и ордена в два ряда на груди и вышел на площадь рыночную в базарный день собирать милостыню, прямо так, в кивер. Милостыню целевую на выкуп этого крепостного. Ну, может быть, Волконский и мог бы выкупить его из личных средств, но данная пиар-акция носила тройной характер. Во-первых, к благородному делу он привлек огромное количество купцов, которые там в полчаса скинулись. Во-вторых, опозорил помещика перед всем народом. Ну, в общем, небольшие, но хорошие дела делали декабристы. Ну и, наконец, кто мог, пытался как-то заниматься хозяйством с тем либо иным переменным успехом, как, например, Иван Якушкин. Что происходит в это время в мире? Европа бурлит. Череда политических убийств, политического террора. В Париже убили наследника престола, в Англии чуть не убили короля, раскрыт заговор. То есть, такие террористические антимонархические организации существуют во многих странах. Более того, декабристы ведь не были сторонниками массовой народной революции. Это все наелись. Гильотина, якобинцы, они прекрасно понимают, что иллюзии просветителей можно взять весь народ. Либерте, Галите, Фротерните, красные колпаки, и все будет прекрасно. Ничего из этого не получится. Будет в Андея, кровь и якобинский террор. Поэтому декабристы считают, что если добиваться каких-то изменений, то не путем больших революций, а путем точечных хирургических военных переворотов. И в эти годы в Европе и происходит несколько таких успешных на какое-то время военных переворотов. Самые успешные в Испании. Молодые офицеры революционные поднимают мятеж, проходят всю страну с восставшими войсками, с провинции и заставляют короля подписаться под конституцию. Революция подобного же рода военная происходит в Пьемонте 1821 год, на севере Италии. Такая же в Неаполе на юге Италии. Греция революционная бурлит, Германия бурлит. В общем, есть примеры того, как организованные военные могут изменить государственный строй, могут захватить власть и постараться сделать свою страну лучше. На фоне всего этого у нас проходит известное восстание Семеновского полка, которое совсем не восстание, на самом деле, я не буду здесь отвлекаться. И тут до Александра первого, наконец, доходящего, что-то происходит не то. Он не принимает никаких усилий по разгону и репрессиям вот этих тайных обществ. Известна позиция Александра, когда ему докладывали, он говорил, что я сам в молодости был преисполнен этих либеральных идей, и не мне их судить, не мне их наказывать. Возрослеют, перебесятся, я точно не буду их судьей. Но, тем не менее, Александр запрещает масонские ложи. Ну, а также по мотивам этого выступления в Семеновском полку, ничего общего к мятежу оно не имело, целый ряд офицеров Семеновского полка рассылается по дальним гарнизонам, проводятся следствия, солдат наказывают, поэтому члены тайных обществ решают распустить свою благодействие и начать работать в более законспирированном режиме. Организуются две группы декабристов. Одна на юге, ее возглавляет Пестель. Пестель к тому моменту служит в штабе в Подольской губернии, это нынешняя Винницкая область, постепенно создает организацию, которую мы называем Южным обществом. Сами себя они называли Союзом Благоденствия. К этой организации примыкают еще несколько небольших организаций офицеров, там Общество Объединенных Славян и другие. Это бедные офицеры, местные армейские, это не гвардейская элита, для которых тайное общество и возможность что-то изменить, не только романтическая идея, это и желание изменить свою жизнь к лучшему, потому что они-то у себя точно никаких больших перспектив не видят. Они рассматривают тайное общество как своего рода карьерный лифт. У Пестеля общество создается совсем по другим основаниям, он хороший организатор, он создает по сути небольшую тайную армию, ячейки, конспирация, он вождь, формально управляет коллегией, несколько управ, но он главный. С каждого выступающего берут символическую клятву согласие на цареубийство. Понятно, что не значит, что люди будут цареубийцами, но они согласны с этой мыслью, то есть возникает некая круговая порука. Единственный минус будет в том, что Пестель был настолько харизматичным и жестким лидером, что в первую очередь вокруг него кучковались люди как раз слабые, менее инициативные, и потом, когда будет восстание Черенеговского полка, это эхом отзовется, без начальника, без вождя. Офицеры побоятся присоединиться к восставшему Черенеговскому полку. Там на Украине в уединении Пестель занимается самообразованием, чтением и пишет большой личный труд, который у нас по ошибке в учебниках называют программой Южного общества. Труд это называется русская правда. Это никакая не программа, это собственно размышление Пестеля, как в случае победы заговора обустраивать жизнь дальше. Труд от этого не закончен, но он глобальный, это целая энциклопедия русской жизни, она охватывает самые разные направления. Документы интереснейшие. Что хочет Пестель? По итогам военного переворота он предполагает, что Россия должна быть провозглашена республикой. Царя в этом случае, и скорее всего всю царскую семью, включая детей, придется по Пестелю убить. Вводится парламент, исполнительная власть у директории из пяти членов. Один из членов директории становится президентом, главой исполнительной власти, и они меняются каждый год. Пестель хочет создать унитарное государство, не надо вот этих никаких отдельных польшек, польское царство, отдельное пляжество финляндское, должно быть единое русское государство, с единым русским языком. Пестель даже на досуге борется с иностранными словами и считает, что у будущего единого русского языка должны быть древнеславянские корни, не надо вот этой иностранщины, не должно быть никаких гвардейцев, пусть будут опричники. Столицу надо перенести в Нижний Новгород и переименовать его во Владимир. Пестель разрабатывает будущую военную форму, размышляет о том, как должен быть устроен институт брака, семьи. Очень интересный раздел, посвященный у него созданию системы спецслужб, которые должны поддерживать порядок и законность в Российской Республике. С современной точки зрения любит Пестеля за это порицать и говорить, ну а как же так? Вся его диктаторская сущность злобная проявлялась в том, как он собрался вот этой сетью спецслужб покрыть всю Россию. На самом деле все это было у него продумано, грамотно, и впоследствии, в советские годы все это было реализовано в гораздо-гораздо большем масштабе. Далее всеобщеизбирательное право, отмена крепостничества, освобождение крестьян с землей, не так, как Якушкин с землей. Интересно подходил Пестель к решению национального вопроса, точнее говоря, двух самых болезненных вопросов кавказского и еврейского. По Кавказу решил так, разделить кавказские народы и всех кавказцев на две неравные части. Большая часть это добрые мирные кавказцы. Пусть они живут все на Кавказе, занимаются земледелием, овцеводством и постепенно русифицируются. Но вот, что касается буйных кавказцев, которые не хотят жить мирно, их надо выселить всех не в Сибирь, не подумайте, он гораздо гуманнее к этому подходил, а просто расселить их малыми группами по всей необъятной территории России, чтобы они так размазались и тоже потихоньку русифицировались. Что касается евреев, в Украине, в Малороссии их было много, естественно, в польских землях. Поскольку иудеи, такое государство в государстве, живут по своим законам, подчиняться единой власти не хотят, единому закону российскому в армии служить не хотят, налоги платить не хотят, церковь православную игнорируют, живут общинами, то надо им в этом и не мешать. Поэтому все, кто не хотят жить как нормальные русские православные, тех сопроводить казаками для безопасности. И сквозь турецкие земли отправить куда-нибудь в Палестину. Пусть там живут как хотят, основывают свое древнее государство. А те, кто хотят остаться, пожалуйста, опять же, земля, сельское хозяйство, торговля, но в рамках единого русского народа. Это было на юге, на севере. Участники расправшегося со союза благоденствия во главе с Никитой, на этот раз Муравьевым, образовали северное общество. Самоназвание у него тоже было другое, но это не важно. Здесь преобладали сторонники конституционной монархии, ну такой очень-очень конституционной, условной, наверное, современного британского образца. Главным документом в учебниках называют Конституцию Муравьева, которую Никита Муравьев написал как программный документ, но тоже она была, во-первых, незаконченная, во-вторых, ее обсуждали, но никто за нее не голосовал. Это была лишь идея. Предполагалось ликвидировать тоже крепостное право, отменить рекрутчину, при этом большая часть земли все-таки оставалась за помещиками. Муравьев, надо сказать, подходил к этой теме очень серьезно. Умница, интеллектуал был. Представьте себе в процессе подготовки к конституции он прочитал и изучил не только конституцию Соединенных Штатов, но и конституцию всех 23 трех Штатов американских проанализировал, сопоставил, которые на тот момент составляли собой США. Опираясь на такой опыт и на европейское законодательство, которое он знал блестяще, он пишет свою конституцию. Почему США? США на тот момент это единственный пример эффективной и успешной большой страны, которая управляется как республика. Тогда все считали, что республика может быть только очень маленькой. В республике все должны друг друга знать. А большая страна, сложная, с большой географией, с растянутыми коммуникациями может быть только монархией. Ну вот США создали систему, разбив страну на Штаты, создав коллегии выборщиков, создали систему, когда республика тоже работает эффективно. Вообще Никита Муравьев был интересным человеком. В 12-м году в 16 лет он бежал на фронт. Его поймали, вернули обратно. Поймали его кто? Поймали его крестьяне, приняв за французского шпиона. Сдали нашим офицерам. Он дождался 17-летия, все-таки записался в армию, принял участие в заграничном походе, прошел всю Европу. Орденоносец, герой, интеллектуал, один из главных идеологов северного общества. К тому моменту там появляется еще один интересный человек, о котором я подробно расскажу вам в следующий раз. Кондратий Релеев. Кондратий Релеев интересен тем, что вместе с ним в северное общество начинают приходить декабристы совершенно другого типа. Это не князья, не элита, не гвардейские офицеры. Почти разночинцы. Бедные дворяне, бедное офицерство. У офицеров, надо сказать, у половины вообще не было никаких поместья. И вот начинают в обществе появляться такие офицеры, которым терять, собственно, нечего. Например, братья Бестужевы, сыгравшие большую роль в восстании 14 декабря. На пятерых братьев, там еще у них было в семье, по-моему, несколько сестер, вот на всю эту огромную семью, военно-офицерскую, было 30 крепостных. Нищета по дворянским меркам. Кюхельбекер, друг Пушкина, вообще никаких крепостных нет. Декабрист. Каховский, стрелок, 14 декабря, главное. 18 крепостных. Мелко-мелко поместные дворянцы, на фоне которых даже наш Александр Сергеевич Пушкин, у которого было крепостных около 200, можно сказать, богатей. В 1824 происходит событие, которое могло бы стать поворотным и в движении декабристов, и в истории нашей страны. Пестель приезжает в Петербург и предлагает объединить два общества, создать на их базе единую стройную организацию, по сути, подпольную партию. Пестель очень пламенно выступает, он хороший оратор, он убеждает. Он, кстати, не упертый, он активно идет на компромиссы. Он говорит, хорошо, я даже готов отказаться от идеи республики, пусть будет конституционная монархия первое время, мы все равно к республике придем постепенно. Если вы против цареубийства, давайте подумаем, что делать с царем. Куда-нибудь отправим его, может быть, в случае успеха восстания. То есть он идет активно навстречу. На самом деле, вот эти разногласия между программными, между северянами и южанами, они больше носят личностный характер. Принципиальных политических расхождений между ними нет. Пестеля просто боятся. Сначала северяне согласились на объединение, буквально через пару дней отменили свое собственное решение. Собравшись узким кругом, они считают, что Пестель просто захватит власть в этой объединенной организации. Он человек очень опасный. Рылеев рассказывает, как ужиная с Пестелем, Пестель безостановочно восхищался Наполеоном и его методами. Говорит, Пестель это будет будущий Бонапарт. Вы посмотрите на него, на его профиль, на его стрижку. Он даже внешне, говорит, похож на Наполеон. Он мнит себя Наполеоном. Нам такой не нужен. Мы сами гордые. В итоге Пестель ничего не добивается, уезжает. Он расстроен до такой степени, что даже, говорит, уволюсь со службы, уеду в поместье. А может, вообще уйду в монастырь. Не хотите, как хотите. В конце концов, договариваются еще раз встретиться, обсудить, подумать, может быть, через год, в 826 году, все-таки начать предпринимать какие-то действия. Я, кстати, не знаю, может быть, бы они их предприняли, а может быть, нет. Может быть, все окончилось бы разговорами. Так потихоньку сошло бы на нет. Многие декабристы потихоньку отходят от деятельности общества. Пока им 20-25, они бурлят эмоциями, а потом женятся. Хозяйство, дети. Но тут происходит неожиданное. Где-то там, в Таганроге, никогда ничем не болевший, святущий Александр I скоропостижно умирает. И в империи без власти, междуцарствие. И это, как кажется некоторым декабристам, идеальный момент, идеальная ситуация для захвата власти. Дело в том, что у Александра I не было законных детей. Дети были, но все они рождены вне брака. Соответственно, нет законных наследников. И по закону престола наследия, принятым Павлом I, власть должна переходить к следующему по старшинству брату Константину и его законным детям. У Александра было аж трое младших братьев. Константин, ему на момент смерти Александра 46 лет, Николай, сильно младший, ему 29, и Михаил 27. Вопрос в том, что у Константина тоже нету законных детей. Более того, Константин женат на польской дворянке. Он был разведен и женился повторно. Известно, что Константин официально отказался от своих прав на престол еще два года назад. Тогда Александр объявил наследником Николая. Но манифест об этом обнародован не был. Наоборот, хранился в сражающем секрете. Был запечатан в конверт и втайне помещен в алтаре Успенского собора. Копии этого манифеста были отправлены в Государственный совет, в Синод и в Сенат. Всего три копии. На конверте собственноручно рукой императора было написано «В случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия». В тайну составления этого манифеста было посвящено лишь несколько человек. Митрополит, Аракчеев и еще один из членов Александровского правительства. Мы даже не знаем точно, знали ли об этом манифесте супруга Александра и его мать. Чем была вызвана такая секретность? Почему манифест хранился в тайне? Почему о содержании этого манифеста сам Николай не знал? Он догадывался, поскольку Александр имел с ним на эту тему разговоры, но документа не видел. Почему все это произошло, мы не знаем. Александр был мужчина в полном расцвете сил, умирать он не собирался, может быть, надеялся когда-то, что у него появятся законные наследники или ситуация изменится. Может быть, он был неуверен в Николае, думал, что уговорит таки Константина или наоборот, поступит как-то еще иначе. Это все тайна, на которую ответы мы не узнаем никогда. А произошло в результате после смерти Александра следующее. Представляете, какие были коммуникации в то время? Курьеры, конные, эстафета. Александр умирает в Таганроге и известие летит в Варшаву, где находится Константин, и в Петербург, где находится Николай. Первым успевает варшавский курьер. Константин, получив это известие, тут же присягает Николаю, поскольку он-то знает, что он отрекся от престола. Потом курьер достигает уже Николая. Тот, получив изместие о смерти своего старшего брата, как он писал, вследуя движению сердца, моментально присягает брату Константину. И лишь потом на госсовете вскрывается первый конверт с копией манифеста. Почему после вскрытия этого конверта не происходит переприсяги, мы, опять же, точности не знаем. Несмотря на то, что в конверте написано, что наследником должен быть Николай, все равно Николай от своей присяги не отказывается. Более того, он приводит и госсовет, и сенат к присяге Константину и рассылает такие же указания присягать Константину I по всей стране. Указания это воспринимаются нормально, по всей стране начинается присяга Константину. Вот что писал по этому поводу Пушкин. Как поэт я радуюсь вошедствию Константина I. В нем много романтизма, похода с Суворовым, к тому же он умен, а с умными людьми все-таки как-то лучше. Пушкин не пишет впрямую, что Константин умен, а Николай, мол, императоры не готовили, он солдафон, но многие так на самом деле действительно думали. Мы помним, что имя ему выбрала бабушка Екатерина специально с прицелом на восстановление Византийской империи. Она предполагала, что Александр и ее любимый старший будет царствовать в Петербурге, а младший Константин будет царствовать в Константинополе. Его воспитывали в греческом духе. У него и кормилица гречанка, кормилица это важная персона. Матери тогда дворянские не кормили своих детей, как правило. У него первого учителя его грек, поэтому Константин прекрасно говорит по-гречески, даже говорят, часто разговаривал со своим учителем и с кормилицей по-гречески, чтобы никто вокруг ничего не понял. Воспитывается он, опять же, лучшими учителями вместе с Александром, но родные братья одни гены, а насколько разные характеры. Александр воспитывается в духе республиканском, в духе свободы, а Константин, наоборот, не только не проникся либерализмом, для него на всю жизнь слово республика ругательное, почти матерное. Он к политике, госуправлению интереса не проявляет, ему нравится военное дело. Учитель словесности говорил, что когда Константину ставилось задание просклонять какое-нибудь существительное, он начинал склонять солдат, солдата, солдату, солдатам. Другое слово можно, можно офицер, офицера, офицеру, офицером, ну и так далее. В конце концов, Константин, достигнув молодого возраста, все-таки выпросился в действующую армию. Воевал вместе с Суворовым, принимал участие во всем итальянском походе, переходил через Альпы. Ему нравилось жить в Польше, он был на самом деле поланофилом и любил говорить, что я больше поляк, чем все сами поляки, большой патриот Польши. Старался помогать полякам, как мог, будучи наместником русского императора, царя польского. Первый брак у него был несчастливый, как у Багратиона, он развелся. А второй брак был не царским, с польской дворянкой, но по любви. Надо сказать, что вообще Константин, видимо, был человеком внешне грубым, но нормальным. Иначе бы у него не было много друзей и офицеров. У него было двое незаконороженных детей от актрис, причем злые языки говорили, что это вообще не его дети, что эти француженки гулящие, подсунули ему каких-то чужих младенцев, чтобы получить доступ к кошельку. Но Константин все равно проявил хорошие мужские качества, очень любил своих детей, он о них заботился, он им писал постоянно. Оба выросли очень приличными людьми, можете посмотреть в интернете. Но законных детей у Константина нет, поэтому для него престол это обуза, головная боль. Совершенно не хочет царствовать в этой огромной сложной империи, а тут же перспектива судьбы его батюшки совершенно ему не улыбается. Тем не менее, страна присягнула Константину, начали печататься рубль серебряный с изображением Константина. Это сейчас редчайшая монета в нумизматике, их 7-8 подлинных в мире. Цена каждой монеты превышает существенно миллион долларов. Но дальше происходит поразительное. После того, как все госорганы присягнули Константину вопреки его воле и вопреки завещанию Александра, Николай направляет Константину слезное письмо. Дорогой мой старший брат, против воли народа не попрешь, все хотят видеть тебя. Наверное, государь Александр что-то другое имел в виду. Прошу тебя принять престол. Константин опять письменно от этого отказывается. Николай снова пишет ему письмо. Говорит, нехорошо как-то, может быть, брат мой, вы приедете в Петербург и в присутствии уже сенаторов и госсовета откажетесь от престола. У меня рука не поднимается. Ваше отсутствие брать на себя императорские полномочия. Что такое письмо из Петербурга у Варшавы? Это явно не один день. В качестве царского курьера выступает никто иной, как их младший брат Михаил, который загоняет лошадей, вносясь с ординарцами туда-обратно. Но Константин и в Петербург отказывается приезжать. Пишет, разве вам мало, неоднократно письменно выражены моей воли, я царствовать, не хочу и не буду, желаю тебе, брат Николай, всяческих успехов. Наверное, единственный в истории случай, когда корону не вырывали друг у друга из рук претенденты, они же близкие родственники, не резали друг друга, не рвали жилы насмерть за власть. А наоборот, как в этой детской игре, вода-невода, когда надо какой-то предмет, мячик, например, быстрее от него избавиться, кому-нибудь его бросить, кого мячик коснулся, кто его поймал, тот вода, он должен тоже от этого мячика побыстрее избавиться. В такую вот игру с короной Константин с Николаем и играли. Честно говоря, в других случаях в истории подобного рода невластолюбие даже я не припомню. Продолжается это почти месяц. В стране нет власти. И вот тут до Николая доходят плохие новости. Первое поступает буквально накануне с декабря с юга от начальника главного штаба Дибича, который информирует государя об обширном и разветвленном офицерском заговоре на юге. О существовании тайного общества, которое ставит целью убийство государя и всей его семьи. 13 числа государю является молодой офицер, член Северного общества, который заявляет о том, что на ближайшее время назначен вооруженный мятеж. Многие полки, включая гвардию, в Петербурге, буквально пронизаны мятежниками, они не хотят присягать Николаю, можно ожидать самого худшего. Этот молодой декабрист, офицер, отказывается при всем прятке называть имена своих сообщников, отказывается вообще давать какую-либо конкретную информацию, какие полки, какие офицеры, потому что говорит это бесчестно, я дал честное слово преступлений в обществе, никого не выдавать, соблюдать тайну, но мой долг перед государем, вас проинформируют. Тогда Николай срочно издает 13 декабря манифест о вступлении на престол, то есть он принимает на себя все-таки статус императора, в ночь на 14 он приглашает к себе виднейших сановников, командиров всех гвардейских полков Петербурга, объясняет им ситуацию и убеждает их в необходимости переприсяги. Переприсяга назначается и сената, и армии на утро 14 декабря. Что происходит накануне вечером в Петербурге, что происходит ночью? Тот самый молодой декабрист, который пошел и сдал своих сотоварищей Николаю, не называя имен, оказывается, перед этим пришел членом северного общества и сказал им, что я собираюсь раскрыть ваш заговор. Имен не назову, но вы меня не удержите. Полагаю, ваш мятеж неправильным и бесчестным. Самое поразительное, что никто его не задержал, не убил. Это вам не нравы народовольцев, большевиков и всех остальных. Сказали, сударь, вы поступаете бесчестно, а он, это вы поступаете бесчестно. На чем разошлись? Он ушел. Однако у оставшихся заговорщиков остается один вариант. Или с покаянной головой во след ему, или немедленно действовать. На квартире Рылеева, чуть не сказал конспиративной, хотя на самом деле не конспиративная, это обычно его казенная квартира, служебная, как бы еще сказали, где он живет. Собирается экстренное совещание членов северного общества. Где в этот момент находится самый известный декабрист, о которых я вам рассказывал в прошлый раз? Пестель накануне на юге арестован. Арестован по доносу некого офицера, члена южного общества, которого Пестель уличил в разворовывании полковой кассы. Он, чтобы его не предали военному суду, донес на Пестеля своего начальника, как на заговорщика. Пестель арестован. А Никита Муравьев вообще уже так потихоньку отходит от тайных обществ. Он женился. Молодая, красивая, богатая жена. Хозяйство большое, поместье, дети появились. Он где-то там, в деревне. Александр Муравьев тоже давно отошел от заговора. Тоже занимается своими частными делами, повзрослел. Семья. Где Михаил Орлов? Помните, тот самый мятежный, буйный генерал, который вместе с Дмитриевым Мамоновым организовывал один из первых союзов русских рыцарей. Боевой генерал, который командовал огромной дивизией, 16 тысяч штыков, плюс 5 приданных казачьих полков, который говорил, да я один подниму их всех и поведу на Петербург. К этому моменту Михаил Орлов снят с должности. Там что-то попридирались к умонастроениям. Солдат в его дивизии, он обижен, он живет где-то в Крыму, занимается личными делами. Так что никаких 16 тысяч плюс 5 полков под рукой у декабристов теперь нет. Где Тургенев? Замечательнейший интеллектуал Тургенев, который писал записки Александру по экономическим реформам. Тургенев обиженный, никто его не слушает, Александр дурно отозвался о его записках, уехал как бы на лечение, на воды за границу. Где Лунин? Где тот мрачный, жесткий декабрист, который активно поддерживал идею цареубийства? Лунин служит в Польше далеко. Где Иван Якушкин, который обнажал свой цареубийственный кинжал? Якушкина, вот незадача, за несколько дней до этого отправились какими-то служебными поручениями в Москву. В общем, на квартире Релеева нет самых видных отцов-основателей декабристского движения и нет единства во мнениях. Что делать, непонятно. Идея одна. Надо вывести войска, как-то сорвать переприсягу Сената, надо захватить Зимни и арестовать Николая и царскую семью. Что значит арестовать? Может быть, убить? Нет, убить, конечно, хорошо бы его. Но нет и суда, нет. Но кто же за это возьмется? Вызывается несколько человек, готовых совершить цареубийство, пожертвовать собой. Не надо думать, что у них синдром убийцы. Нет. Они жертвы. Они говорят, мы совершим цареубийство, пойдем под суд за это и пусть нас казнят. Но Родину мы освободим. Таких вызывается несколько человек, но на тот случай, если что-то пойдет не так, есть и запасной вариант. Может быть, если Николай останется жив, Рылеев предлагает отправим его в Америку, в эмиграцию, пусть там живет. В Форт-Росс, в Калифорнии, будет чувствовать себя отлично. Денег дадим, сколько нужно. Пусть там обустраивает российские владения в Америке. Общается с испанцами, индейцами, ковбойцами, которых тогда еще нет. Кого тогда назначим государем? Опять же, непонятно, сразу республика или постепенно, или конституционная монархия. Может быть, провозгласим наследником семилетнего сына Сашу, сына Николая? А может быть, лучше нет, лучше давайте вдову. Александра, это вроде как по-честному, тем более вдова плохо себя чувствует, все время болеет, и точно в дела управления государства вмешиваться не будет, а формальная законность будет соблюдена. А может быть, Николай сам отречется, увидев, что никто его не поддерживает. В общем, никакой определенности нет, программы нет, плана нет, у каждого какие-то свои идеи, и в конце концов безбашенное и неподготовленное вооруженное восстание, которое только можно было придумать. А вось как-нибудь там на месте все рассосется. Слава богу, они догадались выбрать диктатора. Назначили Сергея Трубецкого. Он один из основателей всех декабристских организаций. Он князь, и он самый старший по званию, полковник гвардии. Это очень важно для солдат, чтобы ими командовал офицер с большими золотыми ипполетами, герой войны. Лучше, конечно, генерал, но генерала своего под рукой нет. Тут появился еще один полковник и тоже заслуженный герой войны, Булатов. Его как раз буквально накануне, за несколько дней до этого собрания в планы общества посвятил Рылеев и уговорил принять участие в мятеже. Полковник Булатов согласен стать заместителем Трубецкого. Другим заместителем становится Оболенский. Оболенский так себе начальник, он всего лишь поручик, но тоже князь и очень энергичный. Должность все раздали, хотя на самом деле основным мотором заговора является Кондратий Рылеев. Мы его как-то себе не очень правильно представляем. Нам кажется, что это какой-то поэт, какой-то там доходяга. Все не совсем так. Рылеев знатного, старинного, дворянского рода. У него родовое поместье под Питером в Гатчинском районе, которое, кстати, потом унаследует семья Набоковых, и вот в доме Рылеева сейчас музей Владимира Набокова можно съездить посмотреть. Он учился в кадетском корпусе, произведен в офицеры, не успел по молодости принять участие в войне с Наполеоном, но потом, уйдя из армии, стал популярным поэтом, издателем известным, а незадолго до описываемых событий назначен на важную должность правителем канцелярии Российско-Американской компании. Правитель канцелярии, чтобы мы понимали, это не генеральный директор, не первое лицо в компании, не распорядитель кредита, но это очень важная шишка. В российско-американской компании есть представитель правления от правительства, это известнейший сановник Мордвинов, либерал, которого декабристы даже хотели потом включить в будущем в правительство. Под Мордвиновым есть Рылеев, у него прекрасный социальный пакет, квартира казенная, на которой проходят декабристские собрания, у него оклад 10 тысяч рублей в год. Для понимания 10 тысяч рублей это в несколько раз больше жалования генерала армейского. Российско-американская компания это как бы сугубо коммерческое предприятие, которое владеет и управляет огромными территориями. В первую очередь Аляска, острова вдоль американского побережья и форты и фактории в Калифорнии. Эти территории юридически в состав Российской империи не входят. Точно так же, как Индия до последнего момента не входила в состав Британской империи, а считалась территорией под управлением Ост-Индийской коммерческой компанией. На самом деле все все понимали. Я как-то рассказывал вам еще в цикле рассказов об истории 18 века, что в Воронцовском дворце в Алубке в Крыму в библиотеке стоит роскошный глобус конца 18 века. На том месте где Аляска там и написано без обедников просто русская Америка. Все все в мире понимали. Но формально РАК российско-американская компания это частная компания. контрольный пакет принадлежит ее основателям семье купцов Шелиховых. А небольшие пакеты разные акции а некоторые большие членам царской семьи. Кстати приличный пакет был и у Рылеева как у управляющего. До последних лет российско-американская компания показывала совершенно сумасшедшую доходность. Это сверхприбыльное предприятие. Оно поставляет пушнину. Пушнина дорогая. Там не только соболя, песец и прочее. Там например эксклюзивная морская выдра она же камчатский бобр. Одна шкурка камчатского бобра стоила тогда как 20 шкурок соболя. Или приблизительно годовое жалование пехотного офицера. Чиновники наверное требовали себя взяток не борзыми щенками а камчатскими бобрами. Доходность которую показывала компания трудно себе представить 10 рублей на 1 рубль акционерного капитала. Но Рылеев говорят интересовался коммерцией мало и за то небольшое время что он прослужил в российско-американской компании он занимался политическими вопросами. Заботился об образовании туземцев. Занимался искоренением мужеложства. Видимо и такая проблема была в Америке той поры. Поддерживал идею заведения театра на Аляске. Поддерживал всяческие идеи активного русского проникновения в Калифорнию. Предполагалась раздача русских паспортов местным проживающим испанцам и индейцам. А также у Рылеева был план переселения поморов из Архангельской губернии на Калифорнийское побережье Тихого океана. Иногда я думаю лучше бы он этим занимался чем подготовкой мятежа. Если бы все эти планы реализовались то точно было бы для России лучше. Вернемся к 14 декабря. План что делает Туманин захватим Зимний захватим Петропавловку может быть арестуем или убьем царя действуем по обстановке. Самое главное что потом в показаниях которые давали декабристы они не совпадали видимо все-таки очень много зависело от того сколько войскам удастся сагитировать и вывести на площадь. Вот этот странный план вывести побольше полков всех уговорить не присягать Николаю и оказывать таким образом пассивное вооруженное давление на власть ни у одного военного мятежа такой план не работает. Я думаю что Владимир Ильич вместе с Лейбой Давидовичем долго бы смеялись таким планом вооруженного восстания. С самого начала какой-то злой урок преследовал декабристов. Многие офицеры даже те которые были вовлечены в тайное общество стали отказываться присоединяться к восстанию. Трубецкой делал что мог он объезжал полки он встречался с командирами но его не поддерживали. Его не поддержал даже друг Пестеля командир Семеновского полка который в общем-то был очень близок к декабристам и входил в тайное общество. Отказались финляндский полк отказался измайловский гвардейский полк на который они очень рассчитывали отказался полк лейбгвардии гренадеров. В конце концов договорились что участники собрания выведут столько войск сколько смогут. Под честное слово. Якубович один из активных членов общества на последнем этапе поклялся во-первых вывести гвардейский морской экипаж а во-вторых вызвался убить царя. Далее утро. Часть декабристов встала поздно поскольку прозаседали всю ночь проснулись только уже ближе к декабрьскому рассвету. Часть более сознательных действительно отправилась в казармы и вели там активную агитацию. Надо сказать что агитацию они вели не очень честно никто не предполагал рассказывать солдатам что они планируют военный мятеж арест императора ведения конституции и смену правительства говорили что закон государь Константин Константин любит своих солдат любит армию Константин пообещал снизить срок службы по рекордскому набору с 25 лет до 10 и уже есть подписанные соответствующие документы Константин обещает облегчить долю мужика в деревне снизить налоги может быть как-то поэтапно наделить крестьян землей а Николай узурпатор поэтому ни в коем случае присягать ему нельзя придет Константин и все будет хорошо и в общем обещали они там с три короба как говорится в известном анекдоте солдаты кричали на площади да здравствует император Константин и жена его конституция ну видимо та самая польская дворянка утро 14 декабря декабристы начинают по очереди пропадать куда-то пропадает Адоевский ушел куда-то погулять полковник Булатов зам диктатора обещавший совершить цареубийство на площади его нет Якубович еще один потенциальный цареубийца который обещал привезти гвардейский морской экипаж туда даже не явился он то появится на площади то куда-то исчезнет то у него резкий приступ головной боли и часа на два он уходит домой но самое главное на площадь не явился князь Трубецкой диктатор восстания считается что он смолодушничал с той поры его считают одним из главных виновников провала почему Трубецкой не явился есть много версий сказать что он трус нельзя это боевой офицер воевал под Бородино был тяжело ранен под Лейпцигом вообще человек не робкого десятка физической смерти ран уж точно не боялся совсем не уверен видимо был в своем деле в своих силах говорят жена его отговаривала с которой он поделился планами мятежа буквально в ночь на 14 декабря на коленях уговаривал его никуда не уйти в общем метался он между долгом присягой своими политическими взглядами перспективами к солдатам не пришел в общем можно сказать что и с организационной и с военной точки зрения восстание было абсолютно не готово часть даже ориентировавшихся на пестеля офицеров которые считали себя сторонниками пестеля и членами южного общества первыми привели свои войска на присягу Николаю только к 11 утра на Сенатскую площадь вышел московский полк почти в полном составе заряженные ружья комплект патронов правда почему-то без шинели холодно было страшно бенеги наверное дико замерзли за этот декабрьский день вот кивер гвардейского унтер-офицера главного проводника офицерской воли в войсках султан одевался на парад чтобы тут офицера было видно издалека мог одеть его и в бою тоже чтобы солдаты знали на что ориентироваться вот этот репеек собственно это офицерский знак место нашивки на погонах сейчас но орел это принадлежность гвардии в таких вот шинелях подтянулись еще две воинских части шинель вообще появилась при Павле I с тех пор почти не менялась и по материалу и по покрою до последнего момента в шинелях вышли матросы гвардейского морского экипажа их наконец-то вывели братья Бестужевы братья Бестужевы вообще потрясающие люди надо будет отдельно как-нибудь о них рассказать и еще в таких же шинелях вышла часть лейбгренадер небольшая часть солдат финляндского полка попыталась пройти к Сенатской площади но их заблокировали на мосту там они стояли несколько часов всего таким образом 30 офицеров вывели на площадь около 3000 солдат но тут выяснилось что здание Сената пусто Сенат присягнул затемно в 7 утра Сенаторы разъехались вышли на площадь восставшие стояли в недоумении собственно пресечь присягу уже было поздно диктатора нет что делать дальше тут можно рассуждать до бесконечности но знаете вот все-таки храбрость на поле боя которое было не занимать любому из участников декабристского движения и храбрость в военном перевороте решительность это вещи совершенно из разных субстанций среди декабристов не оказалось братьев Орловых решительных безбашенных у них и знамени не было у декабристов братьев Орловым было легко у них была Екатерина гвардейцам из лейбкомпании было легко у них была Елизавета дочь Петра декабристы оказались и без знамени и без вождя и без четкого понятного плана с распределением обязанностей настоящих буйных мало вот и нету вожаков эту небезызвестную фразу можно просто поставить эпиграфом описание событий 14 декабря Николай начал стягивать верные войска параллельно уговаривать декабристов разойтись по мирному дальше было убийство генерала Милорадовича который пытался в одиночку популярнейший генерал герой войны уговорить солдат разойтись проявил нездоровую инициативу Каховски царя-то он отказался убивать но Милорадовича метко выстрелил в спину смертельно пару слов расскажу о Макаховском потому что он пожалуй был самый активный в этот день на площади это совсем не Трубецкой не Аболенский и не Муравьевы он поступил в Лейбгвардию Юнкером но далее я процитирую за шум и разные неблагопристойности а также не платеж денег в кондитерскую лавку и ленность был разжалован в рядовые отправлен на Кавказ но там тем не менее видимо все-таки храбрец поскольку дослужился до поручика после чего по болезни вышел в отставку социопат друзей не было родственников богатых нет обижен на власть поводов любить существующие порядки у него тоже нет упорно тренировался в стрельбе видимо неплохо поступал за уничтожение самодержавия и истребление всей царской фамилии вот его как одинокого человека без семейных без родственников и назначили главным из цареубийца ну однако цареубийцем он так и не стал но главным стрелком главным шутером на площади стал поскольку после Милорадовича сострелил еще и командир алейбгвардии гренадерского полка полковника стюрлера тоже героя войны полковник неудачно попытался поуговаривать солдат разойтись по некоторым данным когда к каре подъехал сам великий князь Михаил Палыч тоже обращаясь солдатам с просьбой разойтись и в него стрелял Каховский но пистолет к счастью дал осечку далее два митрополита сразу стали увещевать солдат их прогнали атака тяжелой кавалерии под командованием Алексея Орлова попытались в лоб напугать каре их отогнали выстрелами хотя атака была такая канагвардейцы не шли до последнего развернулись солдаты стреляли преимущественно по лошадям несколько кавалеристов конечно погибло вот с такими вот точно палашами атаковали канагвардейцы это русский палаш образца 1824 года принят на вооружение как раз на коммуне восстания почти метр 25 смертоносной стали этим палашом нельзя рубить это неэффективно им надо колоть поскольку основная задача тяжелой кавалерии пробить каре то керосир несется галопом на полной скорости держа палаш вывернутый кистью вперед чтобы нанести смертельный удар представляете какая сила страшная кинетической энергии кавалерийской лавы с такими палашами до удара по каре дело не дошло каре развернулось а потом стало происходить непонятное на площади собралась огромная толпа зевак больше 10 тысяч человек толпа всячески выражала сочувствие мятежникам толпа всегда против власти а тут происходит что-то такое интересное непонятное вроде бы как в пользу законной власти Константина толпа стала бросать камни в сторону правительственных войск рядом стройка Исаакиевского собора высоченные леса рабочие на этих лесах которых в общем-то и не разобрать и не наказать и не поймать никак тоже бросают камни и поленья только уже сверху в расположение верных царю шеренг солдат Николай не без основания подумал что если дело пойдет за ночь то возможно произойдет и переход части правительственных солдат на сторону восставших а потом неизвестно чего ждать от склонных бунту горожан позднее Николай говорил брату Михаилу самое удивительное в этой истории это то что нас с тобой тогда не пристрелили если Каховский просто отказался идти в Зимний дворец то цареубийца Якубович несколько раз вплотную стоял у Николая и даже обменивался с ним взглядами в упор говорят даже перебросились парой фраз были заряженные пистолеты он не выстрелил полковник Булатов с двумя заряженными пистолетами в течение двух часов находился буквально на расстоянии вытянутой руки с царем он тоже не решился выстрелить тем временем декабристы в отсутствии вождя вели себя пассивно а мы понимаем что в их ситуации любое действие было лучше бездействия как говорил Ленин оборона есть смерть восстания в конце пушки последний довод королей первый залп сделан холостыми следующий поверх голов мятежников третий к картечью по рядам толпы восставших солдат бросились на Невский лед офицеры пытались построить их чтобы атаковать теперь Петропавловскую крепость непонятно почему они сделали это раньше почему они не пошли на зимние но тут уже начали стрелять пушки из крепости падали ядра лед треснул люди стали тонуть декабристы боялись крови говорили что мы хотим провести бескровный переворот их бездействие все равно привело к большому кровопролитию к сумеркам с восстанием было покончено на площадях и улицах остались сотни трупов начались аресты число погибших неизвестно по сей день есть взаимоисключающие оценки известно что точно погиб один генерал Милорадович 18 офицеров и где-то около 300 солдат сколько погибло мирных жителей никто не знает трупы бросали под лед учет не вели по максимальным данным до 1200 человек удивительно что никто из декабристов инициаторов мятежа тех кто был на последнем заседании штаба у Кондратия Релеева не был на площади даже ранен так им всем повезло на юге впоследствии произошло нечто похожее 29 декабря в районе Белой Церкви это Киевская губерния началось восстание Черниговского полка в отсутствие пестеля мятежный полк поднял подполковник Сергей Муравьев Апостол другие полки где тоже были декабристы по разным причинам Муравьев Апостол всем рассылал письма у каждого причина была своя но никто черниговцев не поддержал Муравьев Апостол один из самых симпатичных людей наверное среди декабристской когорты старинного рода Муравьевых его отец был воспитателем великих князей Александра Константина потом сенатором посланником России при разных европейских дворах Муравьев Апостол стариннейшая фамилия это тоже род Муравьевых а Апостолы потому что они еще частично вели свое происхождение от гетмана Левопорежной Украины Даниила Апостола образованнейшие люди прекрасно знавшие языки пишущие стихи по-французски по-латыне воевавшие геройски под началом Раевского участвовавшие во взятии Парижа один из основателей союза спасения союза богоденствия Муравьев Апостол кажется нам идеальным декабристом но вся эта красота начинает блекнуть и исчезать когда начинается грязь реального восстания он ведь не командир полка он подполковник а командир полка отказывается вести мятешников и тогда Муравьев Апостол вместе с другими младшими офицерами зверски избивает полковника Гебеля своего непосредственного командира можете себе представить что думали солдаты офицеры избивают командира полка с саблями и палашами у Гебеля потом насчитали 14 ран по всему телу первая гренадерская рота полка глядя на все это все-таки откажется присоединиться к Муравьеву Апостолу более того они встанут грудью и защитят своего командира капитана который не подчинится потом всю эту гренадерскую роту целиком до последнего солдата переведут в гвардию в итоге все-таки полк вышел в поход пытаясь в движении поднять другие воинские части к нему никто не присоединился буквально за несколько дней это замечательное организованное одна из лучших воинских частей на Украине полностью разложилась полк пьянствовал 3 января 1826 года он был встречен верными правительству войсками которые открыли огонь картечью этим правительственным полком командовал двоюродный брат Муравьева Апостола другой декабрист Артамон Муравьев в отличие от кино в тот момент Артамона Муравьева в полку не было так либо иначе боя никакого не произошло по Черниговцам дали залп картечью солдаты побросали оружие некоторые даже встали на колени Муравьев Апостол попытался схватить полковое знамя вскочить на лошадь кто-то из солдат подумал, что он хочет бежать по рассказам с разворота вонзил штык прямо в брюхо лошади страшная сцена лошадь завалилась раненый Муравьев Апостол оказался придавлен а пьяно солдат прохрепел что ваше благородие убегать вздумали сами заварили кашу сами и расхлебывайте вскоре после восстания Николай I напишет своему брату в Варшаву дорогой Константин ваша воля исполнена я император но какой ценой ценой крови моих подданных кстати о цене подавление восстания пошло с российской казни очень недорого было выдано в общей сложности лишь 37 тысяч рублей наградных верным офицерам годовое жалование унтер-офицерам по 100 рублей солдатам по 50 некоторые раненые получили индивидуальные наградные сообразной тяжести ранения больше всех получил рядовой лепгвардии конного полка того самого который атаковал каре он в этой атаке потерял руку ему выплатили 500 рублей в общем на фоне тех тысяч крепостных и поместья графских титулов которые раздавала Екатерина и Елизавета пришедшие к власти в результате дворцовых переворотов можно сказать что Николай I пожадничал хотя с другой стороны ведь он же не захватывал власть с его точки зрения солдаты и офицеры лишь выполнили свой долг защитили законного императора так что данных премиальных более чем достаточно на самом деле на пансионы и помощь семьям декабристов ушло намного больше Николай хотел выглядеть благородным справедливым милостивым по отношению к своим противникам ну и в общем-то у него получилось начну с того как арестовывали декабристов в числе первых схватили несостоявшегося диктатора Трубецкого который спрятался в доме родственника своей жены австрийского посла его отвезли в зимний Николай орал на него указывая пальцем ему в лоб что было в этой голове когда вы с вашей фамилией вошли в такое дело гвардии полковник князь Трубецкой так как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью ваша участь будет ужасной вы знаете я вообще могу вас прямо сейчас расстрелять Николай был прав он мог его расстрелять Трубецкой офицер и военный мятежник ну и кстати большинство государей бы на его месте не церемонились Трубецкой шатаясь уселся на диван Николай успокоился и тут же приказал Трубецкому написать записку пишите жене я буду жив и здоров потом Трубецкого приговорят к остечению головы но смертная казнь будет Николаем заменена каторжными работами в разных родах воспоминаниях в том числе и в этих книгах которые я вам показывал есть противоречащие друг другу свидетельства о том как вел себя Трубецкой на первом допросе с Николаем сторонники Николая говорили что Трубецкой рыдал падал на колени и целовал Николаю руки сам Трубецкой вспоминал что он старался стоять ровно как подобает офицеру и говорил что готов принять любую участь каким бы он ни был нерешительным мятежником но я совершенно не верю что не изгибающийся под картечью ядрами французов князь Трубецкой будет ползать на коленях и целовать руки даже государю не верю я думаю это было придумано для того чтобы показать степень раскаяния заговорщиков их неправоты осознанной Иван Пущин лучший друг Пушкина по Царскосельскому лицею гвардейец в отставке был 14 декабря на Сенатской площади другой его лицейский товарищ Александр Горчаков тогда еще скромный служащий Министерства иностранных дел а впоследствии всесильный канцлер Российской империи и министр иностранных дел вечером приедет домой к Пущину с заграничным паспортом с бланком скажет что он сейчас оформит ему выезд за рубеж немедленно прямо сейчас пусть уезжает в Англию но Пущин проявит благородство как в общем и подавляющее большинство декабристов скажет что они могут бежать один предав своих товарищей и отправиться на пожизненную каторгу я говорил вам что ни один из декабристов участников узкого заговора у Рылеева не был даже ранен но это не значит что они там бегали и прятались например у Ивана Пущина весь его плащ был буквально изрешечен пулями и картечью каким-то божьим промыслом ни одна пуля в Пущина не попала надо сказать что не все декабристы пассивно ждали своего ареста есть забавная история как был арестован морской офицер Николай Бестужев который вывел на площадь гвардейский морской экипаж история такая тоже придуманная позже недоброжелателями декабристов мол якобы Бестужев переоделся в женское платье точнее говоря в старушечье платье там как-то покрасился под старушку и сгорбившись пытался скрыться как Керенский хотя Керенский тоже этого не делал мы знаем на самом деле Бестужев попытался скрыться он поплыл в Кронштадт откуда собирался уехать за границу в Кронштадте у Бестужева была любовница или может быть даже неофициальная жена просто неразведенная с детьми его жила и вот он поехал к этой жене но зная где его искать полицейский наряд явился вместе кстати с официальным мужем в Кронштадте взаимный театр благородства и рыцарственности обманутый муж говорит вы знаете господин Бестужев нам был дан приказ вас найти мы вас нашли мы знали где искать приказа арестовывать вас не было поэтому мы вас нашли о чем доложим таким образом они дали Бестужеву время скрыться Бестужев сбрил баки тут же переоделся матросом рядовым однако когда он уже пытался пройти на корабль другой полицейский наряд его вычислил и арестовал но ей декабристы являлись к аресту сами добровольно кто-то сидел дома кто-то сдавался инициативно например брат Бестужева будущий Бестужев Марлинский известный поэт он надел парадную форму и сам пробрался в Зимний дворец долго ходил там по коридорам никто не обращал на него никакого внимания каким-то образом дошел до самого государя императора Николая Первого и лично в руки вручил ему свою шпагу с покаянной головой и признанием в участии в восстании Николай обычно лично допрашивал всех значимых подозреваемых я думаю что он хотел докопаться до сути ему было 29 лет и он был того же возраста того же поколения что и декабристы он пытался понять что ими двигало зачем следователю могут наврать а ему точно врать не будут он же государь и долг каждого дворянина говорить ему только правду все так и делали кто говорил Бенкендорф руководивший следствием как писали впоследствии был полон сострадания к несчастным представьте себе как он допрашивал своего боевого товарища и сослуживца по партизанским отрядам генерала Сергея Волконского как он допрашивал мичмана Беляева который спас жизнь Бенкендорфу незадолго до этого во время наводнения в Петербурге декабристы вели себя очень по-разному на допросах кто-то выдавал всех своих сотоварищей полностью раскрывал карты был такой экстаз самоговора Трубецкой Волконский Оболенский называли десятки имен участников заговора впоследствии из 570 фигурировавших в деле декабристов имен выяснится что почти половина вообще не знала что они состоят в обществе называли даже умерших как активных членов общества может быть тем самым хотели подчеркнуть массовость общества массовость движения что должно было сподвигнуть государя на понимание обязательности реформ коли все элиты входят в эти тайные общества было еще и секретное дело производства это отдельно проводимые добросы о возможном участии в заговоре видны государственных деятелей и даже членов императорской семьи а был ли Милорадович с одного с декабристами погиб геройски но может быть он что-то знал а сколько еще декабристов российско-американской компании все это очень подозрительно Релеев устраивал многих своих знакомых туда на работу знал ли Мордвинов о заговоре а может быть знал сам великий князь Константин Аспиранский кумир и идеал многих декабристов но это секретное дело производства закончилось ничем в конце концов Николай понял что все идет по кругу и рано или поздно просто рядом с ним не останется людей которых он не будет подозревать жить так невозможно в его распоряжении все бумаги этого делопроизводства в конце концов были уничтожены кстати о Аспиранском он примет активное участие в подготовке суда именно по предложению Аспиранского судили ни с копом ни под гребенком очень тщательно с учетом обстоятельств определялась вина каждого были смягчающие факторы были факторы усиливающие все делалось по Аспиранскому максимально честно в конце концов степень вины была распределена аж по 11 разрядам самые тяжкие вне разрядов таким образом было 12 разных типов наказаний для разных членов тайных обществ был сформирован специальный суд большой судебная коллегия в составе более 70 человек там были квоты от государственных органов от сената от церковных от синода были в составе суда что интересно и родственники подсудимых не включали туда только офицеров гвардии которым по понятиям чести судить своих однополчан не пристало в принципе могли окраинчиться массовыми расстрелами но император хотел полноценного суда до суда большинство декабристов содержали в Петропавловской крепости в небольших камерах конечно крошечных но содержали достаточно прилично надо сказать им разрешали заказывать еду у кого были деньги иметь белье читать книги то есть это были не страшные застенки под следствием оказалось 579 человек многие из которых даже не были членами никаких обществ у декабристов не было организации партии это было по сути идейное движение кто-то разделял взгляды с кем-то обедал ужинал участвовал в кружках но отношения к заговору не имел поэтому половина была оправдана 289 человек признаны виновными пятерых приговорили к четвертованию еще 31 к отсечению головы скажу вам сразу что с учетом военного мятежа офицеров замыслявших цареубийство и даже детоубийство в нормах того времени это не был жестокий приговор далее 17 человек было приговорено к политической смерти то есть инсценировка казни плюс вечная каторга просто каторги на разные сроки 40 человек лишению чинов дворянства ссылка 18 лишение чинов дворянства и в солдаты до выслуги 9 да николай понизил градус каждого из приговоренных четвертованию приговор был заменен на повешение тех кто к отсечению головы каторги и далее каждого понижали в строгости наказания на одну ступень дело в том что со времен Елизаветы давшей обет никого не казнить и вплоть до этого года на протяжении почти 100 лет в российской империи почти не было государственных казней могли повесить бунтовщиков где-то там пойманных с поличным под горячую руку во время подавления пугачевского бунта но государственных казней по приговору собственно было две это пугачева с сообщниками в Москве на Болотной и поручика Мировича попытавшегося освободить злополучного Иоанна Антоновича как проходила казнь долгое отсутствие практики казней повлекло неизбежные эксцессы эшафот строили на месте прямо в день казни как и любая стройка в России построить вовремя не успели поэтому осужденным пришлось несколько часов ждать окончания строительства сидя на траве один из двух палачей коих нашли с трудом неожиданно в последний момент упал в обморок главный следователь Бенкендорф должен наблюдать по долгу службы за казнью так страдал что в конце концов залез на лошадь а в момент повешения как вспоминали припал к ее шее спрятав взгляд чтобы ничего не видеть под барабанную дробь на декабристов накинули петли выдернули скамью из-под ног и тут у троих муравьевы апостола без тужи влюмина и релеева веревки оборвались они упали в яму пробив халтурно сделанный настил из досок тоже оказавшийся слишком тонким и остались живы послали за новыми досками и веревками по старинному русскому неписанному поверью казнить второй раз нельзя ибо бог уберег от смерти но времена были современные просвещенные поэтому казнили повторно последними словами Сергея муравьев апостола были бедная Россия и повесить-то у нас порядочно не умеют самому старшему из казненных декабристов пестелю было 33 самому молодому без тужи влюмина 25 после казни Николай I последовательно стал проводить политику разделения между участниками восстания то есть преступниками и членами их семьи в те времена не было никаких членов семьи изменников родины в мыслях не было у царской клики наказывать членов семьи и родственников наоборот их надо было защитить Николай I дал секретное распоряжение представить ему сведения о домашних обстоятельствах ближайших родных осужденных царю доложили всех разделили снова на разряды Николай любил систематичность во всем 28 семей декабристов были отнесены к нуждающимся из них примерно 20 Николай оказал личную помощь одним пособиями другим содействием в устройстве детей в лучшие учебные заведения делалось это при том не только без загласки а в режиме строгой секретности поэтому заподозрить Николая в каком-то самопиаре тут точно нельзя на полях каждого из этих личных дел сохранились резолюции царя собственноручно сыновей отдать в кадеты дать 600 рублей дать 400 помочь обязательно из пятерых казненных семью имел только Рылеев у него была жена и пятилетняя дочь удова Рылеева жила исключительно зарплату как мы помним с вами Рылеев недолго был на высокооплачиваемой должности жили они не бедно но не роскошествовали она вообще не понимала за что он арестован написала царю записку с просьбой разрешить ей переписку с мужем и вдруг вместе с разрешением получила от царя 2000 рублей помощи через три дня пришла еще 1000 рублей наверное от императрицы я так и вижу эту сцену узнав о царском подарке императрица сказала Николаю как тебе не стыдно дай побольше им денег и послала еще 1000 от себя вдове еще и назначили пенсию 3000 рублей в год это была большая и достойная пенсия дочка была принята в Елизаветинский институт за счет Николая когда она появилась в институте среди воспитанниц был ропот как так к нам патриоткам отдали дочь презренного бунтовщика но начальство быстро объяснило патриоткам что я процитирую воспоминания государь милосерден он простил и принял сироту на свое попечение а следовательно обижать сироту значит нарушать царскую волю у Пестеля было несколько братьев все по военной службе на следующий же день после казни Пестеля Николай демонстративно назначил его младшего брата Владимира своим личным флигель-адъютантом надо сказать что Владимир был 14 декабря на площади сенатской но он был за Николая то есть участвовал в подавлении восстания впоследствии он дослужился до генерала-лейтенанта губернатора Херсонской и Таврической что любопытной губернии успешно продолжили службу и два других брата и по военной а другой потом и по гражданской линии сестра Пестеля Софья в один день стала взрослой отец был убит горем мать парализована она вела все семейное хозяйство она очень любила своего брата отельный крестик подаренный сестрой сопровождал Павла Пестеля на эшафот замуж она так и не выйдет и всю свою взрослую жизнь посвятит памяти брата будет много лет собирать его письма архивы и воспоминания о нем отец муравьевых апостолов Иван Матвеевич чрезвычайно и полномочный посол как бы сейчас сказали сенатор и воспитатель детей императора после разгрома декабристов уволится по болезни в чужие края так это тогда называли его оставят в должности неприсутствующего сенатора и он уедет навсегда в Европу из трех его сыновей Сергей будет повешен Ипполит застрелится чтобы не сдаваться в плен и третий Матвей будет отправлен на вечную каторгу еще одна интересная история которая заслуживает особого внимания помните что у Трубецкого было два заместителя поручика Боленский и полковник Булатов полковник Булатов это друг детства Рылеева поэтому приедет к нему в гости в Питер и Рылеев уговорит его присоединиться к мятежу буквально за несколько дней до восстания герой войны 12-го года любимец солдат его раненого солдата будет нести на руках сотню верст чтобы не оставлять французам в плену боевой офицер будет ранен шпагой колотое ранение при штурме Парижа ранение холодным оружием для старшего офицера при штурме это о многом говорит его лучший батальон лейб-гвардии будет передовым возглавлять парад войск парад победы в Париже в 1814 году жена в 22 года умрет оставив его с двумя детьми он потратит все свое состояние большое почти 100 тысяч рублей на то, чтобы построить храм на могиле своей жены в декабре он ступит прямо перед восстанием поскольку вместе с детьми приедет в Питер на Новый год в отпуск и его как заслуженного человека полковника выберут заместителем Трубецкого во время восстания он будет стоять в суматохе два часа с двумя пистолетами рядом с Николаем так и не решившись его застрелить поскольку сердце отказывало на следующий день сам явится лично к царю Николай I выслушав его историю тут же объявит ему свое прощение скажет, что он свободен может идти на все четыре стороны но Булатов сказал что он не желает выглядеть предателем в глазах товарища он виноват и добровольно отправится в Петропавловку там в Петропавловской крепости Николай I сам лично его навещал и четыре раза к нему приходил великий князь Михаил Павлович о чем они говорили никому неизвестно полковник Булатов потребовал себе смертный приговор когда ему отказали объявил голодовку через 10 дней его перевели в госпиталь как бы сейчас сказали на искусственное питание и там он якобы покончил с собой официальная версия такая, что у него была сильная мигрень и он разбил себе голову о стену честно говоря я совершенно себе не представляю как можно таким образом покончить с собой если это конечно не какой-то там ниньза самурай на самом деле судя по всему его убили причем убили страшно по-военному разрубили голову саблей следствие было сразу же закрыто и засекречено Пушкин впоследствии вспоминал что после вынесения приговора по делу декабристов он обсуждал эту историю с врачом английского посольства который выражал свое невероятное удивление и говорил что все при английском дворе поражены необъяснимым милосердием молодого русского императора далее было сказано что у нас в Лондоне военный мятеж подобного масштаба закончился бы тем чтобы на виселицу отправили человек двести триста а все участники закончили бы жизнь на парусном флоте по жизненным приговорам у нас помимо наказанных офицеров и участников еще 180 солдат прогнали сквозь строй из всех остальных сформировали специальный кавказский корпус и отправили воевать на Кавказ сколько солдат погибло пройдя сквозь строй об этом к сожалению история умалчивает в том же году в честь коронации Николай отменил вечную каторгу поменяв на двадцатилетнюю а также всем точно так же на одну ступеньку вниз сократил срок каторги кого-то сразу же перевел на поселение впоследствии еще несколько раз Николай будет срок каторги для декабристов сокращать при этом вот эта его милость она каким-то странным образом сочеталась периодически с такой демонстративной жесткостью ну например декабристов которые были приговорены к каторжным работам везли сквозь всю Россию показательно в ножных кандалах это было жестоко и необычно потому что в то время существовал порядок что ножные кандалы одеваются только на тех кто пытается бежать кто из декабристов никуда не бежал но кандалы с них не снимали ехали они тоже честно говоря по-разному те кто были побогаче в экипажах они имели возможность подкупить сопровождающих охранников они могли ночевать не в телеге не под телегой а при дорожном трактире или даже в гостинице могли нормально питаться большинство бедные офицеры шли на каторгу пешком в кандалах и эта дорога зачастую занимала больше года все этапирование декабристов это был долгий процесс их отправляли малыми группами не хотели создавать историю вокруг их передвижения малыми группами по ночам буквально по 2-3 человека и вот это этапирование оно заняло почти 2 года среди декабристов был один морской офицер тоже дворянин тоже с блестящими перспективами участник кругосветных походов русского военно-морского флота фамилия его была Завалишина он часто фигурирует как последний из декабристов поскольку доживет почти до конца века проживет долгую жизнь 90 лет и скончается в 1890-х годах напишет интересные воспоминания после амнистии он останется в Сибири ну так прижился уже будет там работать публиковаться в местных журналах в газетах дальше произойдет вещь абсолютно уникальная его вышлют из Сибири по просьбе генерала-губернатора в Москву поскольку он там всех достанет своими критическими публикациями разоблачающими злоупотребление местной сибирской администрации в своих воспоминаниях Завалишин описывает забавный эпизод когда стали прикреплять кандалы тут же это строй почему-то решили чуть-чуть смягчить кандалы надо было забивать такими гвоздями после чего их снять очень тяжело но думали а вдруг можно будет снять и получили инструкцию не заклепками закрывать намертво а закрывать кандалы на замочки специальные ни у кого из жандармов охранников и полицейских никаких замочков по жизни не было поэтому послали тут же в скобяную лавку приобрести соответствующие замочки небольшие надо было посимпатичнее чтобы на них закрывать кандалы нужны замочки которые приобрели для кандалов были какие-то подарочные я думаю наверное из тех которые дарят на свадьбу все эти замочки были такими симпатичными с украшениями и с разными надписями у одного декабриста был замочек такой мне не дорог твой подарок дорога твоя любовь самому завалишь и на жандармов достался замочек с игривой надписью кого люблю тому дарю из России так сказать с любовью такая у нас страна даже те из нас которые наверное не очень хорошо учились в школе помнят эти стихи во глубине сибирских руд храните гордое терпение не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление оковы тяжкие падут темницы рухнут и свобода вас примет радостно у входа и братья меч вам отдадут эти строки Александр Сергеевич Пушкин адресовал своему лучшему другу лицейскому товарищу Ивану Пущину который отправился этапом на каторгу туда во глубину сибирских руд Иван Пущин декабрист так же как и его брат письмо это Пушкин смог передать секретно через жену декабриста Никиты Муравьева кстати графиню да и сам Пущин не случайный человек внук адмирала гвардейский офицер сын сенатора бедных людей во глубине сибирских руд по декабристским этапам шло не так уж много скорее совсем мало нынешние исследователи которые стараются найти хайп новое прочтение пытаются доказать нам что Пушкин не писал эти строки что на самом деле это все придумал Герцен чуть ли не сам сочинил половину этих стихов и опубликовал у себя в колоколе ну и вообще если пойти дальше Пушкин это дюма одно и то же лицо его никто не убивал на дуэли и он потом написал графа Монте-Кристо во Франции но мы все-таки с вами люди серьезные будем придерживаться канонической версии истории и давайте сегодня разберемся дорогие друзья в той части судьбы декабристов которые мы знаем меньше всего говорили с вами о восстании на Сенатской площади о том что предшествовало движению декабристов но как они жили дальше как они закончили свою жизнь как сложилась судьба их жен семей потомков этому у нас традиционно уделяется мало времени что были эти те самые сибирские рудники как я вам говорил декабристы отправлялись малыми партиями по ночам чтобы не привлекать внимание по долгому долгому этапу из Петербурга на Дальний Восток в сторону Петровского завода и Читинского острога Петровский завод это сейчас небольшой город районного уровня называется он по-моему Петровск Забайкальский если меня память не изменяет как раз в бывшей Читинской области ныне это Забайкальский край город основанный давно там были так называемые железноделательные заводы по-нашему металлургическое предприятие рядом рудники где добывали богатую породу железную руду там же неподалеку на Петровском железноделательном заводе плавили металл предполагалось разместить декабристов на каторжные работы кого на вечно на 20 на 10 лет как раз при этом заводе но мы же в России с вами живем поэтому выяснилось следующее у императора была идея стараться особо активных декабристов особо злостных преступников держать вместе дабы уберечь от их дурного влияния окружающих ну казалось бы и охранять их проще идея в общем-то здравая но тут выяснилось что для того чтобы собрать вместе ну хотя бы человек 70-80 из 120 с лишним осужденных на каторжные ссыльные работы такой большой тюрьмы на Петровском заводе нет ее надо строить дали команду строить строится у нас все не быстро поэтому пока тюрьма не готова отправили их в Читинский острог я имею ввиду большую часть декабристов часть из них сразу расселилась по другим местам в Сибири кое-кто был определен сразу же на ссылку не на каторгу часть оказалась сразу же и в рудниках настоящих в Читинском остроге честно говоря не знали что делалось с такой большой прибывшей партией это была целая главная боль для местного начальства не было у Российской империи опыта ГУЛАГа не было отработанной системы чем занять сотни тысяч заключенных поэтому эти 70 с небольшим человек определили на разного рода земляные работы столярные работы рубили лес но главным образом что-то копали и благоустраивали вокруг Чита на тот момент это никакой не город конечно Чита это как писал декабрист Бестужев цитирую ничтожная деревенька с тех пор существенно выросла и только через несколько лет когда была наконец-то достроена вот эта специальная тюрьма для декабристов при Петровском заводе их соответственно перевели туда но прежде чем мы поговорим с вами о каторге о работе декабристов во глубине сибирских руд я хочу рассказать вам поподробнее историю о которой мы все конечно слышали но может быть не все знаем нюансы это история жен декабристов история трогательная история невероятно романтичная и очень поучительная есть такая глупая шутка сочиненная явно вновейшие времена жены поехали за декабристами в Сибирь и испортили им всю каторгу если честно не смешно потому что на самом деле все это история любви а еще в большей степени история подлинной христианской верности ведь во время венчания мы знаем люди клянутся быть вместе и в горе и в радости что ж многие жены несмотря ни на что оказались верны этой клятве вообще декабристы люди молодые и главным образом холостые по состоянию на 14 декабря женатых декабристов но из числа осужденных в будущем было меньшинство всего 23 человек после приговора вдовами осталась жена релеева повешенного и еще одно декабриста который умер во время следствия находясь в застенках таким образом по считалочке осталась 21 жена всем им император николай первый который очень четко проводил политику принципиально не мстить наоборот всячески помогать родственникам чтобы показать справедливость самодержавной власти всем им николай первый предоставил право развода это важно потому что развестись в то время было очень и очень тяжело жены осужденных государственных преступников могли это сделать вот так вот легко по щелчку при этом в случае развода за женами сохранялось абсолютно все имущество семейное все имущество мужа ничего не конфисковывалось никак финансово ни один из декабристов как бы богат он ни был не наказывался государством священное право частной собственности дворянской ну естественно за женами оставлялись титулы дворянское положение дети титул переходил соответственно детям по закону однако 10 жен половина отказались от царской милости и предпочли стать женами выражаясь современным языком врагов народа на самом деле хотела даже больше но в силу разных обстоятельств не все смогли Николай удивился мягко скажем знаете как тогда шутили во Франции понятно почему происходят мятежи потому что сапожники и лавочники хотят стать князьями но у нас то чего не уж то князья хотят стать сапожниками и трубочистами уникальность русского декабристского движения узнав о том что многие жены отказываются от развода и хотят сопровождать своих мужей в Сибирь Николай издал распоряжение согласно которому все жены с цельнокатрежных должны были письменно отказаться от прежнего звания почти все уехавшие оставляли в России детей Волконская оставила сына Муравьева через которую Александр Сергеевич передавал письмо своему другу трех детей Давыдова аж шестерых детей обычно пристраивали к родственникам дети рожденные в Сибири записывались в крестьяне запрещено было брать с собой ценные вещи и крупные суммы денег будем реалистами это не значит что жены приехали к своим супругам им там дали какие-то отдельные коморки жить вместе и как-то помогать им в свободное от каторжного труда время нет жены жили отдельно первые годы и имели только право свидания один-два раза в неделю не более несколько персональных историй цельнокатрежных княгинь и графинь я вам сейчас расскажу наиболее известная жена несостоявшегося диктатора князя Трубецкого Екатерина Трубецкая 25 лет она знала о восстании и как могла пыталась отговорить мужа происходит Катя из семьи как бы сейчас сказали уральского олигарха одна из богатейших фамилий империи ее мать вообще считалась самой богатой женщиной 18 века 75 тысяч крепостных с завода на Урале отец ее был кстати статс-секретарем Екатерины II в общем если князь Трубецкой это знатный богатый красивый и геройский парень как бы сейчас сказали то жена его молодая это не просто красавица это одна из самых богатых невест в России она выросла в семье которая буквально кичилась своим состоянием но тем не менее бросила все от всего отказалась и первая добилась права сопровождать мужа добиралась очень долго несколько месяцев до Иркутска а там иркутский губернатор получил секретное предписание побудить ее вернуться назад то ли жалко ее было Николаю то ли он не хотел честно говоря создавать прецедент я склоняюсь ко второму и в Иркутске он задержал ее на пять месяцев не разрешая свидания с мужем помимо отказа от всех прав они должны были также согласиться не вести переписку напрямую со своими родственниками только через переллюстрацию у тюремного начальства а также не получать никаких денег тоже только с разрешения и через руки тюремного начальства ну в конце концов она добилась своего ее доставили на рудник Трубецкой в числе первой партии декабристов оказался в самом тяжелом положении они действительно работали в настоящем руднике под землей в цепях с тачками в общем все как на самой настоящей страшной каторге встретившись с мужем она упала в обморок увидев ободранного в лохмотьях исхудавшего в кандалах князя люди там менялись внешне как вы понимаете очень быстро уже чуть-чуть попозже она пообвыкнув спросила как-то мужа что это вот за бродяга такой ободранный с бородой проходит мимо тоже с тачкой в кандалах это какой-то каторжник преступник из мужиков была страшно удивлена когда узнала что этот бродяга такой самый блестящий из петербургских кавалергардов аненков с которым она много раз танцевала у императора на балах ну что княгиня научилась стирать топить таскать воду из реки постепенно они обживались но первое время бытовые условия были ужасные Турбецкая вспоминала что они жили в бараке первую зиму закутавшись во все что только можно спали было холодно настолько что если волосы соприкасались с внешней стеной то они намертво к этой стене примерзали их горячей водой отдирали интересная история с детьми дело в том что у Трубецких не было детей что-то не получалось никак в Петербурге она даже ездила куда-то на воды специально лечиться на соответствующего профиля курорты все равно не получалось а вот в Сибири у них родилось семеро детей правда это была очень высокая детская смертность гораздо выше чем даже в среднем по стране из семерых трое детей умерли но тем не менее четверо выжило спустя 20 лет каторги и последующие ссылки Трубецким разрешили жить в Иркутске на поселении они построили там большой дом этот дом был буквально центром культурной жизни города кто там только не был один из лучших домов как бы сказали и я не знаю как сейчас надо посмотреть но в советские годы если мне память не изменяет там был как раз музей декабристов умерла княгиня Трубецкая не дожив до амнисти двух лет Некрасов посвятил ее судьбе первую часть поэмы русские женщины самая юная вторая отправившаяся вслед за своим мужем Мария Волконская 21 год вообще-то по отцу Раевская дочь прославленного героя войны 812 года Николая Раевского ну про батарею Раевского на Бородино мы все с вами знаем по легенде ухаживал за ней Пушкин ну безуспешно вышла замуж за молодого генерала чей портрет сейчас висит в Эрмитаже в галерее героев 812 года молодого генерала Сергея Волконского одного из прототипов Андрея Болконского из войны и мира вышла замуж за него незадолго до восстания Волконского вез ее беременную в имение к родителям где она и родила в январе 26 года ребенка не зная ничего об аресте мужа естественно родители все новости из Петербурга тщательно скрывали но когда она узнала то сразу заявила что она венчанная супруга и обязана разделить со своим супругом Сергеем все тяготы ссылки и каторги ребенка оставила родителям Раевским отец ее просто проклинал говорил что ты творишь что ты делаешь но уехала потом в Сибири она родит еще сына и дочь и оба ребенка выживут вот воспоминания Марии Волконской а также рассказы ее сына который родился прямо там в тюрьме Петровского завода и вдохновили Некрасова на создание поэмы русские женщины сын Волконского читал нашему поэту воспоминания своей матери читал их несколько вечеров подряд и потом описывал это следующими словами мы должны с вами понимать что Некрасов это не просто такой благообразный дедушка с седой бородкой это совсем не слезливый человек он конечно талантливый еще поэт мы плохо к нему относимся сейчас незаслужен это очень талантливый человек но помимо всего прочего Некрасов безусловно и как бы сейчас сказали успешный коммерческий издатель и такой дамский угодник ну и помимо всего прочего это виртуозный карточный игрок он выигрывал огромные суммы в карте то есть покер фейс у Некрасова был абсолютно профессиональный и вот этот циничный в чем-то и выдержанный человек слушая воспоминания Марии Волконской далее я позволю вам себе процитировать все время все время вскакивал со словами довольна я больше не могу бежал к камину садился к нему и отвернувшись схватясь руками за голову плакал как ребенок еще одна интересная история которая легла в основу сюжета фильма звезда пленительного счастья про француженку Жанетту Полину Гебель 25 лет приехала в Россию на заработки устроилась в модное место французский магазин на Кузнецком мосту Мадисткой там же познакомилась с блестящим кавалергардом Анинковым ну Анинков это элита у его семьи несколько имений богатых разбросанных по всей стране он внук как бы сейчас сказали профессионального генерал-губернатора его дедушка был всю свою жизнь генерал-губернатором взрослым в пяти разных губерниях жил Анинков так чтобы понимали в собственном частном доме на углу Петровки и Кузнецкого моста можете себе представить стоимость этой московской недвижимости любовь страсть абсолютнейший мезальянс то есть вот он весь из себя такой Анинков и модистка из магазина пылки Анинков даже предлагал тайно обвенчаться сама француженка к ее части отказала сказав что матушка ваша прогневается отец проклянет и в конце концов вошли шат наследства и всего-всего но тут грустное и смешное горе и радость вместе Анинкова осуждают по делу декабристов он сослан в Сибирь и француженка обращается к Николаю Первому с личным письмом разрешите разделить ссылку с ее как она написала незаконным супругом при этом в этом письме она официально отказывалась от французского гражданства и сказала что готова подчиняться русским законам как простая крестьянка ну Николая Павловича это конечно пробрало он дал разрешение более того поскольку у Мадиски вообще нет никаких денег судил ее крупную сумму на дорогу Полина оставила свою крошечную дочь уже к этому моменту она родила ребенка оставила дочь свекрови и не зная ни слова по-русски отправилась по сибирскому тракту доехала там же в церкви состоялось их счастливое венчание причем на момент венчания Аненкову сделали большую поблажку с него сняли ножные кандалы через 30 лет она получит разрешение вернуться из ссылки и уже вернется никакая не Жанетта Полина а Прасковья Егоровна православная Аненкова умерла в самых самых преклонных годах написав интересные воспоминания вот вся эта история лежит в основе сюжета замечательного нашего кино кстати сказать Александр Дюма помятый в самом начале написал на эту тему целый роман роман называется учитель фехтования и как раз посвящен вот этой романтической истории там политики никого нет вот этой романтической любовной линии Аненков и Жанетта тем не менее несмотря на то что роман был совсем не про декабристов а про любовь это не помешало его запретить и до революции 17-го года он был запрещен потому что там как бы сквозило сочувствие государственным изменникам вышел он только после революции как раз к столетию декабриста в 1925 году но с огромными купюрами советская цензура тоже его тщательно проработала и нашла что в этом романе помимо сочувствия к преступникам есть многое сочувствие кровавому царскому режиму поэтому в полном виде как-то не смешно роман был опубликован спустя почти 200 лет в 2004 году честно говоря не читал но вот обязуюсь в отпуске на досуге почитать интересно возвращаясь к судьбам жен декабристов в общей сложности тюрьму каторгу и ссылку пережило большинство из них восемь и после указа об амнистии 1856 года пятеро Волконская Аненкова Нарышкина Фанвизина и Розен вернулись из ссылки вместе с мужьями еще три вернулись вдовами ну а трое в том числе наша первая героиня княгиня Трубецкая умерли и похоронены в Сибири несколько слов о том как жили на каторге в ссылке декабристы ну во-первых как к ним относились простые люди в этом отношении противоречивые есть воспоминания с одной стороны например Мария Волконская пишет цитирую теперь я жила среди этих людей принадлежащих последнему разряду человечества имеется ввиду она жила среди каторжников причем самых обычных в том числе уголовных каторжников а между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения скажу больше они называли наших узников не иначе как наши князья наши господа а когда работали вместе с ними на руднике то предлагали исполнять за них самую тяжелую урочную работу приносили им горячие картофели испеченные в зале есть и другие конечно свидетельства что кто-то относился к декабристам злобно особенно по дороге по пути на этапе ну вы знаете как у нас это бывает посадили какого-нибудь большого начальника так ему и надо нас просто так никого не сажают вот наконец-то царь-батюшка взялся из-за этих князей стали бар отправлять в Сибирь на каторгу по делам им хорошо так и надо на месте на самом деле все менялось и отношения стали гораздо более нормальными человеческими повторюсь те кто прибыли первыми оказались на руднике у них была самая тяжелая работа те кто шли следующими этапами им было полегче они уже больше относились к работам земляным строительным и так далее самое главное может быть самое интересное во всей нашей долгой истории про декабристов они показали себя в основной своей массе очень хорошими порядочными и твердыми людьми со стержнем удобны на металлургическом заводе они не работали вообще декабристы работали на петровском заводе отдельно от рабочих потому что считалось что они могут оказать на рабочих дурное влияние такие были у них бригады им давали задания не на износ это все-таки были не соловки не по колено по пояс в ледяной воде но все равно климат там тяжелый лето плюс 20 а зима полгода минус 40 вот они земляные строительные работы осуществляли они организовали артели в рамках этой артели помогали бедным офицерам бедным декабристам перераспределяли подарки немного посылки у кого были деньги оплачивали общие обеды общий стол закупали какие-то товары нужные для всех декабристов для членов артели одежду по возможности определяли в школу детей формально надзор и цензуру за перепиской за передачами осуществлял специально назначенный Николаем тюремщик комендант петровской тюрьмы некто Лепарский Лепарский это был ну такой русский поляк хороший поляк служил когда-то в армии адъютантом самого Румянцева вот этот русский поляк Лепарский образованный очень человек должен был с одной стороны быть строгим тюремщиком но с другой стороны как он писал в своих воспоминаниях относиться с возможным состраданием на присылаемых например декабристом книгах на иностранных языках будучи главным цензором не открывая их писал прямо на обложке карандашом видал одобрены цензурой забирайте воспоминаниям был человек добрый умный именно поэтому я и упоминаю здесь его фамилию пусть ему на том свете этому доброму тюремщику будет приятно после работы декабристов оставалось много свободного времени световой день короткий у них было много книг и журналов их присылали целые библиотеки потом эти библиотеки лягут в основу музейных собраний в Сибири целого ряда музеев и областных государственных библиотек помогали друг другу учили друг друга организовано некое подобие университета взаимного в Петровской тюрьме там были языковые курсы можно было выучить четыре иностранных языка кто не знал друг друга они преподавали это очень профессионально и системно доктора инженеры артиллеристы каждый из них по своей специальности читал товарищем лекции проводил практически насколько возможно занятия особенно важно они сделали некое подобие такого детского сада и как могли заботились о детях то есть организовывали детские праздники проводили лотереи для детей бедных декабристов разыгрывали вещи присланные с большой земли чтобы дети могли их получить не в качестве милостыня в качестве выигрыша дворянская кровь чтобы было не обидно учили детей читать писать со временем им привезли довольно большое количество музыкальных инструментов иногда как вспоминают это выглядело буквально как идиллия то есть тюрьма вечер а в тюрьме музыкальные вечера кто-то играет на фортепиано кто-то на скрипке все это было у них системно раз в неделю декабристы офицеры были не только прекрасными поэтами многие писателями художниками но и замечательными музыкантами например каторжник Петр Свистунов сын камергера и княжны фрейлины императрицы кавалергард считался в тот момент одним из самых лучших исполнителей на фортепиано и виолончели он выступал в столице дуэтом с прославленным композитором Алябьевым сужден на 20 лет каторги вот он вел музыкальную школу а после выхода на поселение даже организовал в Тобольске первый тогда оркестр и хор профессиональный Бестужев Бестужев вообще абсолютно невероятная семья я вам рассказывал пять братьев и четыре сестры все офицеры небогатые на всю эту огромную семью было 30 крепостных все так либо иначе задействованы в тайных обществах вот на каторге оказалось два брата Бестужева один из которых Николай он написал очень много портретов пейзажей это художник профессионального национального уровня можно сказать посмотрите портреты Бестужева он писал портреты декабристов детей жен потом выйдя на поселение Николай стал и настоящим изобретателем он изобрел хронограф часовой механизм который работал ничуть не менее точно швейцарских но при этом по какому-то другому принципу много описания этого хронографа но чертежа нет секрет его утерян он изобретал какие-то специальные оружейные механизмы и посылал свои изобретения в военное ведомство для использования во время Крымской войны он занимался серьезно по-настоящему как огран сельским хозяйством то есть выращивал в Сибири фрукты у него были плантации табака сложно себе представить по погоде представляете потом он увлекся вместе со своим братом Александром буддизмом встречался с главным ламой в том регионе писал какие-то философские труды на тему буддизма в общем это были очень талантливые люди находясь на каторге Николай Бестужев освоил профессию кузнеца когда им разрешили снять кандалы из этих кандалов из этого железа ковал всем крестики кольца и все декабристы и жены носили кольца сделанные из железа как писала Мария Волконская мужниных кандалов профессия непроста я недавно был в Кижах часто туда езжу очень люблю это место но там есть народный умелец кузнец который как раз в вашем присутствии может выковать кольцо из металла попробуйте не получится без специального обучения Николай Бестужев жил гражданским браком с местной девушкой буряткой по национальности кровь и гены были крепкие в них родилось девять детей одна из дочерей Бестужева сложно себе это представить умерла в начале тридцатых годов двадцатого века в эмиграции в Харбине дочь декабриста дожила до тридцатых годов кто-то из декабристов делал модели мельниц и молотилок кто-то занимался столярным мастерством в общем все у кого руки были правильно устроены кто овладел какой-то профессией им потом пришлось гораздо легче почему потому что на поселение их расселили по разным регионам России и там особенно тем у кого не было денег жить было намного тяжелее кстати вместе в тюрьме как ни странно у них была ниже смертность меньше они болели чем потом когда разъехались казалось бы в более легкие условия в разные сибирские поселки человек животное социальное ему нужно общение нужна человеческая поддержка сложно нам это представить сегодня с учетом происходящих вокруг нас в мире событий но декабристы буквально сражались за право отправиться на войну они же боевые офицеры многие из них постоянно писали прошение отправить их на Кавказ генерал фан Визин обращался к императору с просьбой разрешить ему рядовым воевать на Кавказе кстати отказали что такое кавказская война это такой перманентный штрафбат декабристы для себя отправиться рядовым штрафбат рассматривали как привилегию большинство из них отказывали но в общем и целом человек 30 все-таки добились перевода на Кавказ в общей сложности и каждый третий из них там погиб повезло тем декабристам которые освоили профессии связанные с медициной потому что врачей в Сибири в то время не было совсем либо фельдшеров либо аптекари врач по имени Фердинанд Вольф член Южного общества и выпускник военно-медицинской академии он буквально прославился стал самым известным врачом в округе ему специально приезжали из Иркутска один раз он спас от неминуемой казалось смерти супругу какого-то богатого золотопромышленника и вот он приехал и в благодарность за то что его жену вылечили вынес ему на подносе два ящичка каждый как описывали фунтов по 5 то есть килограмма по 2 в одном ящичке был чай редкая и недешевая вещь на тот момент особенно в условиях каторжной тюрьмы а во втором ящичке золото 5 фунтов Вольф взял ящичек с чаем а золото отказался не можем себе представить почему наверное посчиталось что за спасение жизни за богоугодное дело это как-то неправильно а шалелый купец после этого потратил все это золото и много чего еще на то чтобы раздавая всем взятки направо и налево и забрасывая начальство петициями добиться для Вольфа официального права открыть врачебную практику открыть клинику и для всех нуждающихся идеолог Никита Муравьев попал на каторгу вместе со своим братом 10 лет потом отбыл на поселение успешно занимался сельским хозяйством построил мельницу завел рыбные пруды торговал хлебом есть даже сведения что он писал там какие-то политические мемуары и воспоминания но потом их к сожалению большому сжег Муравьева была несчастливая личная жизнь его жена приехав через несколько лет скончалась заболела тяжелый климат болели и дети умирали все это его подкосило и он умер не дожив и до 50 лет Иван Якушкин о котором я многом рассказывал офицер один из основателей декабрийского движения вы помните тот который обнажал сыреубийственный кинжал все связаны друг с другом Якушкин был двоюродным братом к слову Грибоедова жена Якушкина она урожденная из Шереметьева несложно догадаться по фамилии не из простых и жена Якушкина была родной сестрой супруги другого декабриста только декабриста который раньше всех отошел от тайных обществ и впоследствии станет прославленным генералом Муравьевым Веленским либо же Муравьевым Вешателем как кому нравится тот который разберется в 60-е годы с восставшей Польшей так это все было понимаете это все родственники друзья очень узок был круг этих революционеров Якушкин в восстании не участвовал он в это время находился в Москве однако он получил очень жесткий приговор и жесткость по отношению к нему была связана с отказом назвать имена участников заговора вызван к царю на допрос он заявил что дал честное слово и нарушать его не намерен Николай I пришел в бешенство я освобождаю как государь вас от любого честного слова никто не может освободить меня от честного слова отвечал Якушкин что вы мне с вашим мерзким честным словом закричал Николай у каждого была своя правда Николай приказал заковать Якушкина не только в ножные но и в ручные кандалы чтобы он пошевелиться не мог Якушкин сидел в крепости потом каторга Анастасия Шереметьева была готова ехать за ним в Сибирь однако так как ей как и другим было предписано оставить своих малолетних детей матери и ехать одной она поехала одна но муж встретив ее в Верославле отговорил сказал возвращайся к детям я умоляю они без тебя не выживут Якушкин дал согласие на приезженные только спустя пять лет полагая что к этому моменту дети уже немного подросли но император Николай был человек может быть и не злой но злопамятный помнил этого несговорчивого Якушкина и распорядился отказать его супруге в праве ехать к мужу потому что в первый раз не согласился когда была возможность ну и теперь все команда была отказать под благовидным предлогом после 10 лет каторги Якушкин выйдет на поселение в небольшом сибирском городке откроет школу и будет неофициально ей директорствовать сам составлять программы обучения сам делать глобусы чертить карты через несколько лет узнав о смерти жены в память о ней откроет еще одну школу первую в Сибири школу для девочек кстати сказать школа основана Якушкиным до сих пор в этом городке работает так называется школа имени декабристов большой любитель естественных наук он поставит во дворе такой столб с солнечными часами барометром для учеников однако вскоре разнесется слух что это неспроста что посредством сего столба Якушкин с дьявольским флюгером отводит тучи и делает засуху так что местные крестьяне по безграмотности пару раз этот метеорологический столб сносили после отъезда Якушкин будет присылать своей хозяйке плату за квартиру 45 рублей в год всю свою жизнь в благодарность за то как по-доброму она к нему относилась а когда он его умрет его дети кстати все они вырастут известными достойными людьми продолжат посылку этих денег до самой смерти хозяйке сибирской квартиры Якушкина он помнил добро хорошее качество внук Якушкина станет известным депутатом первой государственной думы правнук академиком советской академии наук праправнук генералом советской разведки ну а прапраправнука Якушкина наверное многие из вас знают по фамилии это Дмитрий Дмитриевич Якушкин последний пресс-секретарь Бориса Ельцина очень образованный достойный человек князь Адоевский тот самый который ответил стихами на стихотворение Пушкина корнет конного лейбгвардии полка после восстания на Сенатской явится в полицию добровольно в Сибири потом ему разрешат на Кавказ в армию рядовым там умрет от малярии при строительстве форта Лазарева форт Лазарева это сейчас часть Большого Сочи под названием Лазаревская рассказываем эту историю не случайно просто чтобы мы понимали в те годы Сочи район это гиблое место ничем не лучше Сибири там малярия болезни это отнюдь не то чудное курортное место которое было создано на юге России уже в советские годы Адоевский поэт которого знал каждый в СССР ну по крайней мере каждый знал одну строчку из его стихов из искры возгорится пламя как раз из ответа Александру Пушкину командир дивизии орлов помним с вами тот самый который подписывал капитуляцию в Париже тот самый который экстремал готов был поднять военный мятеж двинуть дивизию на столицу его судьба как ни странно окажется одной из самых мягких в истории декабристов но все равно непростая он зашел до декабристского движения хотя и всегда был оппозиционером большим на него донесли он полгода отсидел в Петропавловской крепости и вышел вышел без приговора случай совершенно исключительный вышел благодаря заступничеству родного брата Алексея того самого брата который возглавит атаку помните он показывал атаку тяжелой кавалерии против декабристского каре 14 числа брат буквально умолил императора простить отступившегося брата но тем не менее понятно что от службы его уже отстранили он томился от недоверия не доверяли ему и декабристы уже их родственники с чего бы это его выпустили из тюрьмы просто так не отправили ни в ссылку ни на каторгу ему не доверяли естественно и представители власти как писал Герцен лишенный возможности участвовать в общественной деятельности он был похож на льва сидящего в клетке и не смевшего даже рыкнуть что-то руинное убитое было в нем жил в Москве пытался заниматься производством светного стекла лоббировал вот эту вот идею хрустального стекольного производства с бизнесом у него может быть и не очень хорошо получилось но зато генерал Орлов экс-декабрист пробил создание Московского художественного училища Московского художественного училища в те годы это то же самое что Академия художеств в Петербурге и ныне из этого училища вышло два прославленных института это Суриковский институт художественный в Москве и Московский архитектурный институт они появились благодаря декабристу Орлову похоронен кстати на Надеющем кладбище можно посмотреть на его могилу амнистия декабристам была дарована Александром Вторым в 1856 году им разрешалось вернуться в европейскую часть России и селиться везде правда под негласным надзором полиции везде кроме столиц Москвы и Санкт-Петербурга из числа тех кто дожил до амнистии наши герои в которых я упоминал в предыдущих рассказах князь Аболянский зам Трубецкого на площади начальник штаба как говорили он был осужден поначалу на вечную каторгу потому что не только руководил непосредственно солдатскими корейной площади но и нечаянно ранил Милорадовича еще до того момента как в нем выстрелил Каховский Аболянский взял у солдата ружье со штыком и попытался как-то лошадь с Милорадовичем оттолкнуть мол трогай генерал скачите отсюда лошадь дернулась Аболянский нечаянно поранил штыком Милорадовича в бедро потом ему вечную каторгу сократили постепенно в несколько этапов спустя 15 лет отпустили на поселение в ссылке князь женился женился на своей горничной неграмотной девушке из какой-то местной сибирской семьи где он отбывал ссылку деятельно занялся развитием своей супруги и через год грамотная обученная она уже чувствовала себя вполне естественно в самом высшем декабрийском обществе жен у них было 9 детей после амнистии Аболянской супругой с детьми уехали в Калугу причем каким-то чудом всем детям Аболянского было возвращено княжеское титулование по дорожной они ехали как малолетние князья Аболянские основатель союза спасения один из первых декабристов Александр Муравьев в восстании не участвовал да и не собирался он уже отошел от тайных обществ жил у себя в имении под Москвой был арестован я процитирую дело участвовал в умысле цареубийства согласием а цели тайного общества своевременно правительству не донес вот за умысел согласием и недонесение был осужден по 6 разряду в 6 годам каторги которую Николай император милосливо заменил на ссылку без лишения чинов и званий все-таки Александр Муравьев давно уже стоял в стороне от тайных обществ а дальше произошло удивительное он прибыл в ссылку в Сибирь и там его уже в 1828 году назначают городничим мэром города Иркутска кадров толковых не хватало он сменил несколько постов потом был возвращен на военную службу участвовал в Крымской войне и дослужился до генерала после Крымской он становится военным генерал-губернатором Нижегородской губернии деятельно помогает всем прогрессивным людям помогает крестьянам крепостным защищает их участвует в подготовке крестьянской реформы самое интересное что на каком-то этапе своей жизни еще до генеральства и губернаторства бывший декабрист один из первых декабристов Александр Муравьев был назначен правительственным ревизором и как ревизор славящийся абсолютной неподкупностью и жесткостью посылался с проверками в разные уголки империи взрыв мозга просто был какого-нибудь городничего ляпкина-тяпкина когда он узнавал что к нему в качестве ревизора прислан бывший государственный преступник по секретному делу 14 декабря Александр Муравьев несколько раз вам поминал друга Александра Сергеевича Пушкина Ивана Пущина тот тоже дожил до амнистии занимался в Сибири сельским хозяйством потом вернулся в Центральную Россию написал интересные воспоминания но интересна судьба его брата декабриста офицера Михаила Пущина Михаила Пущина была поразительная карьера потому что он к 25 годам к моменту декабрьского восстания был командиром лейб-гвардии конно-пионерного эскадрона это совершеннейшая элитная часть потому что он командир а шефом был сам великий князь Николай Павлович будущий император Николай I соответственно прекрасно был с императором знаком более того брат Пущина принял участие в том самом последнем решительном совещании на квартире Урлеева в ночь перед восстанием и выступил на этом совещании против восстания дали человек слово он не просто выступил против восстания он на следующий день привел свой эскадрон в полном составе к присяге Николаю тем не менее все равно его признали виновным за то что не донес о подготовке мятежа по 10 разряду лишен чинов дворянства и отправлен правда не в Сибирь а рядовым штрафбат как бы сейчас сказали на Кавказ далее за храбрость произведен в подпоручике и вот в этом невысоком чине но офицерском он стал руководителем инженерной части всей кавказской армии Паскевича как писал очевидец процитирует потому что это очень забавно этот подпоручик в солдатской шинели распоряжался так как будто у себя дома переводя генералов с их частями войск с места на место по своему усмотрению он же в той же солдатской шинели присутствовал на всех важных советах угломнокомандующего фельдмаршала где его мнение почти всегда одерживали верх генерал Паскевич даже ходатайствовал о награждении пущено орденом святого Георгия четвертой степени но что-то там не сложилось он вышел в отставку однако когда на престол зашел Александр II спустя 30 лет награда нашла своего героя дело подняли Георгий о четвертой степени был вручен таки бывшему декабристу Пущину более того к этому моменту вернули обратно на службу и он очень быстро дослужился до генерала Тургенев помните хромой Тургенев им внимал и плети рабства ненавидя предвидел предвидел всей толпе дворян освободителей крестьян Николай Тургенев единственный заочно осужденный декабрист который сумел избежать суда помним с вами он вовремя уехал за границу человек очень продвинутый автор популярных книг по экономике его приглашали на высокие должности в министерство финансов жалко не согласился вот он остался за рубежом стал можно сказать нашим первым политэмигрантом суд заочно приговорил его к вечной каторге Тургенев так и жил в Париже и умер там в возрасте 82 лет где-то в окрестностях французской столицы в своем доме помните молодого декабриста я не называл его фамилию сознательно который в день накануне восстания донес о готовящемся мятеже Николаю его не осудили он вину свою искупил он дослужился до больших чинов генеральских и стал одним из самых основных главных авторов крестьянской реформы освобождения крестьян преследующем императоре Александре поищите в интернете вы легко найдете его фамилию прямо так и в бете основной автор крестьянской реформы Александра Второго вообще многие участники тайных обществ которые получили небольшие наказания или прошли через Кавказ таким образом были реабилитированы вернулись на службу или быстро вернулись после ссылки или вообще в силу тех либо иных смягчающих обстоятельств оказались во второй половине вот от этих пятисотен с лишним попавших под следствие не достигли больших чинов больших должностей некоторые из них стали министрами некоторые генерал-губернаторами один даже возглавил священный сенот церковный а внук Суворова который тоже не знаю по молодости по юношесу задору тоже причислял себя к членам тайного общества был прощен поскольку нигде не участвовал ни в каких мятежах внук Суворова даже стал генерал-губернатором Петербурга впоследствии то есть это были все наверное лучшие молодые толковые инициативные люди патриоты своей страны перейдем к заключению к самому главному к выводам самое удивительное что восстание декабристов вообще состоялось все ведь могло так закончиться разговорами если бы не вот этот момент которым они попытались воспользоваться момент междуцарствия а могли их всех в принципе арестовать заблаговременно задушить это движение в зародыши потому что столько писали доносов на декабристов вы все не представляете только невероятная легкость отношения к этому Александра позволила вообще заговору хоть в какой-то степени состояться есть история про то как Пестель встречался с Палиным организатором убийства Павла первого и Палин говорил ему участников заговора должно быть как можно меньше вот у Христа было 12 учеников и то нашелся один предатель поэтому должен быть узкий круг иначе обязательно предадут могли ли декабристы победить если бы успехом закончился безрассудный амантюристичный план в Петербурге я думаю что да там у них шансы на победу были у нас же страна ориентируется на столицу что-то там произошло кому-то присягнули кому-то не присягнули что-то поменялось дальше поскакали бы курьеры по всей стране страна я думаю что достаточно легко присягнула бы новой власти чтобы началось после этого следующий вопрос но в Петербурге добиться успеха они теоретически могли на юге я думаю нет у нас все-таки не Испания не Латинская Америка у нас революция может произойти только в столице нигде иначе сегодня с легкостью ставят на декабристах такое клеймо мятежники бунтовщики проводят всякие аналогии с разного рода нашими несистемными оппозициями аналогии неправильные мол надо было по-другому крамола ничего хорошего не доводит надо было идти к царю с петициями и так постепенно 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 я бы занял здесь такую может быть более извешенную позицию я постарался именно поэтому о некоторых из них рассказать подробнее чем в учебнике в большинстве своем это действительно люди прекрасной души это очень искренние люди Сибири Кавказ показали цельность их натуры их подлинные человеческие качества но вопрос не в том хорошие они люди или плохие вопрос в том что получилось в результате их выступления вот в результате получилось плохо хотели как луч а получилось как всегда есть история про то как один из видных сановников империи встретил по-моему Аболенского по пути на каторгу и сказал господи что вы наделали вы же вроде умные люди что вы наделали вы вашим выступлением отбросили Россию в ее развитии на 50 лет назад имелось ввиду в развитии реформ в этом есть определенный смысл Николай испугался окружение Николая испугалось закрутили гайки началась реакция да с одной стороны Николай действительно заказал себе потом по итогам следствия подготовить служебную записку большую свод идей декабристов внимательно эту записку изучал и даже рекомендовал какие-то дельные идеи своим министрам воплощать в жизнь но на самом деле все равно конечно реформенное движение застопорилось более того возникло ощущение у власти что все-таки за этим наверняка стоят иностранцы которые хотят разрушить Россию все-таки может быть они не вольные декабристы но иноагенты что-то здесь такого есть и вот наша убежденность что за всем нехорошим как нам кажется обязательно стоит за границей оно берет свои истоки оттуда декабристского движения еще почему плохо потому что очень много лучших людей самых прогрессивно мыслящих молодых современных и могущих сделать многое для своей страны оказалось соответственно заобоченное государство оказалось выброшенное из общества и это не только те 250 осужденных декабристов но это и члены их семей это и сотни и сотни других которые отошли от активной общественной деятельности охладели испугались ушли как сейчас говорят в тихую семейную жизнь дано его лучше с государством не связываться будем жить по тем законам которые власть устанавливает для государства лучше не стало что бы было если бы декабристы победили вот он любимый вопрос из альтернативной истории вы знаете старушка Клио не очень любит сослагательное наклонение мы попробуем по этому тонкому льду пробежаться зависит от того кто бы победил если бы Пестель оказался в Петербурге если бы общество объединилось если бы Пестель стал диктатором а не Трубецкой и с ним с Пестелем его команда более решительных офицеров ну может быть и победили бы в столице что было бы дальше не знаем могла быть гражданская война и хаос могла быть иностранная интервенция вспомним с вами вообще-то действовали правила Венского союза все государства подписавшие обязательства Священного союза тогда на Венском конгрессе обязывались военными силами участвовать в подавлении революции точно так же ведь подавили революцию в Испании победившую военную офицерскую революцию подавили поэтому это было бы страшно гражданская война с интервенцией если бы победили более умеренные каким-то образом скажем направление Трубецкого Муравьева предложили бы не устанавливать республику а сделать конституционную монархию но опять кто бы был этим конституционным монархом Константин вряд ли супруга Александра может быть если бы это был нерешительный монарх это одна история а если решительный как Анна Иоанновна ну взяла бы она в правильный момент всю эту конституцию и знаете как кондиции перед всем святым народом вот она ваша конституция молодые люди все бы пошло по старому у известного писателя историка Натана Эдельмана есть небезынтересная книга про Муравьева апостола апостол Сергей я давно ее читал честно говоря в подростковом возрасте но вот там как раз излагается вариативность альтернативной истории что если восстание Черниговского полка закончилось бы успехом если бы другие части где служили декабристы к черниковцам присоединились там дальше идет взятие Киева успех на юге восстает Польша и отсоединяется от России в России начинается естественно полномасштабная Пугачевщина Николай I эмигрирует бежит в Пруссию по-моему вдову все-таки Александра провозглашают царствующей императрицей она вскоре умирает была больная женщина затем республика директория ну вот какой-то такой сюжет предлагается там в любом варианте я думаю что любой из декабристов Пестель Муравьев Апостол Трубецкой то есть неважно кто он мог бы удержать власть только в том случае если бы стал монопартом если бы стал диктатором таких вариантов не было а дальше что что бы было отмена крепостничества да законы да конституция гражданские свободы Аляска и Калифорния были бы наши помним идея Рылеева наверное активно бы исследовали Амур в Сибири вообще декабристы были в этом отношении в Сибири даже такие широкие люди они расстояния не боялись многие занимались исследованием Дальнего Востока Амура новых земель настолько насколько могли безусловно был бы дан большой толчок развитию промышленности и наверное мы развивались бы в этом отношении быстрее намного и раньше чем Соединенные Штаты Америки раньше бы у нас произошла промышленная революция но все бы это сопрягалось с большими издержками если бы декабристы удержали власть но я здесь выскоржу и другую крамольную мысль даже если бы декабристы не удержали власть и в итоге проиграли в войне то фарш понимаете нельзя провернуть назад все равно к этому моменту уже было бы отменено крепостничество уже была бы конституция уже были бы законы и гражданские свободы и мы через просто все эти тяжелые времена прошли бы гораздо раньше я имею ввиду не было бы революции 17-го года не было бы страшной гражданской войны начавшейся сразу после революции и закончившейся неизвестно когда только официально на Дальнем Востоке мы закончили поход а так неизвестно когда неизвестно где вот эту бы страшную болезнь мы бы и переболели в легкой форме и намного раньше в гораздо меньшем масштабе и с гораздо более качественными вождями революции все-таки декабристы были не чета красным комиссаром не считаем ни благородством ни образованием ни внутренним моральным стерчнем все-таки это были люди чести у них слишком много было нравственных ограничений что можно делать а что нельзя мне очень нравится фраза из Конституции Никиты Муравьева они верили в это хорошо бы чтобы такие фразы у нас писали и исполняли в каждой школе в каждом государственном учреждении Никита Муравьев писал раб коснувшийся земли русской становится свободным вот такой они видели русскую землю самой свободной поэтому вот задумаешься собственно что такая за тяжелая печать лежит на нашей любимой стране когда одни лучшие люди не слышат не слушают не хотят слышать других лучших людей самое обидное что и декабристы Муравьевы Пестели Трубецкие Аполенские Рылеевы и власть и сам Николай и Бенкендорф и Спиранский и Ермолов и Орлов который не декабрист а его брат все они были честными благородными людьми по-своему и все они искренне хотели как лучше для своей семьи своего народа и своей страны посмотрите фильм недавно вышел хороший такой большой масштабный не очень исторически точный там есть такие сознательные творческие допущения весьма простительные и наверное он не объемлет целиком этой проблемой но он красивый фильм называется Союз спасения вот в этом фильме очень правильный финал очень глубокий один из главных героев Сергей Муравьев Апостол задыхается в петле на виселице и в предсмертной агонии видит видение 814 год Париж он и его друзья совсем молодые офицеры пьют шампанское вместе с государем императором Александр I поднимает бокал за победу и за будущие свободы и вместе с лучшими сынами своего отечества грустный финал но хороший вот такая у нас получилась под конец невеселая история но эту историю надо знать в этом и смысл изучения истории чтобы делать выводы чтобы использовать все лучшее чего у нас очень много а ошибки по возможности не повторять за это мы нашу историю любим спасибо вам за любовь к русской истории спасибо вам за внимание и до следующих встреч всего доброго удачи 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 Продолжение следует...